Радиострон Готовил, значит, чистого времени занимает примерно один час Плюс примерно час на вопросы Значит, фактически у лекции есть две части Я ее запланировал таким образом, чтобы примерно первая половина Касалась, значит, интерферометрии как целого Как мы проводим эксперименты, включая радиоастрон То есть характеристики радиоастрона, история радиоастрона Любые вопросы, касаемые радиоастроном Как все это работает, это примерно половина И вторая половина, это, собственно, научные результаты И мы тоже можем, не тоже можем, а практически я запланировал, что мы будем так же к ним относиться То есть те или иные вопросы, которые по тем или иным результатам будут, мы тоже плотно в них войдем Если есть вопросы, непонимание или желание, чтобы вы поднимаете руку и задаваете свой вопрос И я хотел подчеркнуть, особенно если у вас есть ощущение, что у вас какой-то глупый вопрос Но, скорее всего, это неправильные ощущения И подобные вопросы, они самые полезные Поэтому, если у вас есть ощущение, что у вас появился глупый вопрос, значит, скорее всего, его надо задать А у одной половины и другой половины грубо Кто сегодня придет, будет немножечко разная подготовка и разная глубина понимания того, о чем я говорю Моя задача, чтобы поняли все Итак, этот слайд для меня означает, что я должен рассказать, что такое интерферометрия Я сегодня рассказываю про проект, который пользуется, работает в рамках метода радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой Вот, собственно, это идея проекта «Радиоастрон» Этот подход был предложен советскими учеными около полувека назад В статье в известии УЗОВ «Радиофизика» Там есть определенные ошибки, там на порядке величины они кое-где ошиблись в своих оценках Но идея о независимой записи сигналов на радиотелескопах и последующей их корреляции была предложена именно ими Матвеенко, Кардашов, Шаламинский, естественно, каждый из них имеет свой взгляд на то, как это происходило Первая реализация этой идеи, как всегда, американская Но достаточно быстро Советский Союз в это был вовлечен, потому что Советский Союз занимает достаточно большую территорию И у нас были радиотелескопы в Пущино и в Восемиизе Я не знаю, в курсе вы или нет, что эти радиотелескопы используют как свою монтировку бывшие, я не знаю, даже как они называются Установки вот этих вот больших, не гаубиц, а громадных этих орудий на линкоре еще конца 19 века Его разобрали и две эти установки, одну используют в Семиизе, другую используют в Пущино И, кстати, это одна из причин, почему обе этих телескопы, в принципе, могут наклоняться и наблюдать объекты под горизонтом Это и существует задача для Семииза, потому что там вода рядом, которую даже могут это использовать Итак, ну вот с телескопом именно в Пущино предложили американские коллеги Фиану провести эксперименты Мы отказались, потому что это было слишком близко к Москве А мы об этом сегодня будем говорить Интерферметрии, радиоинтерферметрии в сверклиной базе приводит в частности к тому, что вы обязательно измеряете с очень высокой точностью координаты вашего телескопа А иметь координаты точки рядом с Москвой, измеренной с точностью там несколько сантиметров или несколько десятков сантиметров Очень опасно, потому что ракеты могут лететь в Пущино, а потом в Москву Поэтому предложили, естественно, по другой причине, аргументировав, что там поверхность лучше, качественнее, так оно и есть на самом деле Семииз Первые межконтинентальные наблюдения между Советским Союзом и Соединенными Штатами проводили с Семиизм А вообще межконтинентальные, по-моему, первые были с Швецией Там есть много анекдотичных историй Нам нужен был водородный стандарт частоты Нам нужно было привязать часы между разными телескопами В Советском Союзе хоть таких технологий не было, атомных часов не было Наши коллеги везли это с собой, на батарейках питали, потому что им нужно было шкалу привезти Привозили в самолет, просто заранее ни о чем не договорившись Уже на ходу договаривались с пилотами, что они подключали этот большой, неизвестный, что там внутри Моргающий ящик бортовой сети, собственно, запитывались оттуда Так привозили в Москву, много есть на тем интересных историй Времени на это нет Значит, идея заключается в том, что на сегодняшний день есть около 50 телескопов на Земле Которые, как радиоинтерферометры со сверхбольшой базы исследуют объекты Вселенной Значит, важно подчеркнуть, что интерферометр, результат измерения интерферометра Это не изображение Интерферометры изображения не получают Интерферометры измеряют то, что является преобразованием фурье от области изображения Вот это принципиально важный момент У меня совершенно нет возможности и времени уходить, что такое преобразование фурье Кто из вас понимает, понимает, кто нет, нет Но те из вас, кто не понимает, можно на пальце сказать следующее Что, если взять элементарный интерферометр, это пара антенн, пара радиотелескопов Скажем, вот так она направлена, вот с таким расстоянием Тогда она измерит не полную информацию о объекте, который мы наблюдаем Она измерит только ту часть излучения, которая имеет Я очень сильно угрубляю Это по большому счету не совсем так Но она имеет Вот этот интерферометр элементарный Сможет измерить сигнал только от части, которая имеет компактность Соответствующую размеру этой базы Соответственно, базу мы измеряем как расстояние между телескопами Назовем ее, скажем, B Разделить на длину волны, лямбда Так вот, этот интерферометр чувствителен к тем деталям объекта Которые имеют характерные угловые размеры Вот мы берем эту базу и единичку делим на базу Значит, база это расстояние между телескопами в километрах Разделить на длину волны Вот наоборот, длина волны разделить на расстояние между телескопами Это примерно те угловые размеры космического объекта Излучение которых, собственно, мы и зарегистрируем Это если очень упрощенно на пальцах Вижу вопросы Но это очень упрощенно и формально это неверно А верное утверждение следующее Что вот эта база интерферометра Она измерит соответствующий компонент фурье спектра нашего объекта Причем мы измеряем комплексный сигнал, амплитуду и фазу Там есть много тонкостей и интересных с этим связанных Мы делим на базу, то Значит, лучше получаем разрешение вводь оси, которая соединяет две антенны Вот, например, даже если мы смотрим на изображения, которые получают радиострон Там видно, что это не набор полосок А как вам займется вводить эту точку? Спасибо, хороший вопрос Вы фактически предварили то, что я должен был стать следующим А именно, что для того, чтобы восстановить изображение объекта Измерений на одной базе, то есть фактически измерений одной точки фурье спектра Категорически недостаточно Окей? Категорически недостаточно Поэтому вначале я расскажу, как делались первые шаги Первый результат получили наши коллеги на одной базе Они наблюдали, скажем, далекий квазар, думали, что это был далекий квазар И фактически там вопрос был следующий А вообще существует у этого квазара какое-то достаточно яркое излучение, которое мы проректируем Измерим над уровнем шума на этой базе интерферометра И вообще говоря, изначально ожиданий были нет Ну вот как бы когда не знали, что такое квазары, что это ядра активных галактик Ну как, почему нет? Потому что мы считали, что у них размер с галактику, там, билопарсеки А вот эта база интерферометра, которая радиоинтерферометра Да, она будет чтительно масштабом в 10-100 раз меньше Поэтому в принципе они должны были ничего увидеть То есть даже тот факт, что вы продиктировали хоть какое-то изучение Вам уже говорит о том, что у объекта, который вы изучаете Здесь есть достаточно значимая составляющая от его полного излучения Которая компактна для тех угловых размеров, которые вы оцените Вот это все фактически, что вы можете сказать Поэтому перед тем, как радиостроны запускали в космос Задавали именно этот вопрос Так, ребят, вы собираетесь иметь орбиту от Земли до Луны То есть вы будете по большому счету чувствительны только как угловым размером Ну вот таким вот, да? А теперь вопрос Вы уверены, что там квазары имеют настолько компактные и яркие детали Что вообще ваш запуск в космос будет не бесполезным То есть вы вообще хоть что-то сможете продиктировать И на самом деле там лет 10 перед запуском достаточно много было в литературе споров Ну, вы знаете, сейчас я знаю результаты лет Мы к этому, я надеюсь, все-таки перейдем, если я буду аккуратен со временем Что самые оптимистичные предсказания о том, какое количество объектов на небе Достаточно яркие и компактные радиостроны, вы можете видеть, мы их переплюнули значительно Но все-таки я не ответил на ваш вопрос Итак, одна база это все, что мы можем сделать Поэтому вы хотите использовать несколько интерферометров Которые, во-первых, имеют разный размер Это первое, но этого недостаточно Второе, вы хотите закрыть разные позиционные углы этой базы Правильно, потому что, когда вы изучаете объект только базы направленной вот так То вы, по большому счету, имеете информацию только по этому направлению Значит, что было сделано? Ну как, раньше телескопов было совсем мало, которые могли вот таким образом работать А что означает работать как интерферометр? Вам необходимо оцифровать полосу, которую вы наблюдаете Именно ее оцифровать целиком То есть, по NITES, опять же, инженеры понимают, что это такое Для остальных просто на пальцы скажу Что если вы хотите записать полосу шириной 10 МГц Честно говоря, это очень узкая, да, 10 МГц полоса Вы должны ее опросить 2 раза чаще, чем ее ширина То есть, если у нее ширина 10 МГц, вы должны ее опрашивать 20 миллионов раз в секунду Ну вот, считайте, вы опрашиваете эту полосу 20 миллионов раз в секунду Желательно еще, если у вас 1-битное клипирование, вы пишите 1 бит Ну, что значит 1-битное? Вы только либо 0, либо 1 пишите 2-битное вы пишите, соответственно, там Ну, на самом деле, мы называем минус 3, минус 1, плюс 1, плюс 3 Но это все глубоко к инженерам В общем, в результате вы должны записать громадный объем данных Когда начиналось РСДБ, вообще ничего не было Приходилось все делать самим Это было безумно дорого То есть, наши инженеры разрабатывали эти быстрые сэмплеры Да, или там покупали, и было много штук Ну, покупали, просто много ставили, чтобы хоть как-то это оцифровать В принципе, не было аппаратуры, которая позволяла записать данные с такой скоростью Поэтому мы сами строили магнитофоны с жутко дорогими магнитными лентами Которые очень быстро вращались И, ну, например, до того, как мы перешли на диск Сейчас мы пользуем, естественно, рейд-массивы твердых дисков До этого у нас были ленты, одна лента стоила 1000 долларов Ее хватало на 40 минут эксперимента на одном телескопе Вот, чтобы представлять себе, сколько стоил один эксперимент А потом это все по почте свозилось в один центр, где коррелировалось Ну, ладно, в общем, мы начинали с нескольких штук И, действительно, мы наблюдали эти объекты всего двумя-тремя базами Но мы, по крайней мере, сразу решили проблему Подкрытие большого количества позиционных углов Как? Ну, благодаря тому, что Земля вращается Это так называемый апертурный синтез Если мы наблюдаем, ну, предположим, базар, опять же, 8 часов То мы заметаем достаточно широко позиционные, по крайней мере, позиционные углы То есть мы будем иметь хорошую информацию по углам Ну, а по базам, как говорится, что есть, то есть Поэтому, первые эксперименты, что они делали? Никаких изображений они, конечно же, не восстанавливали А все, что они могли делать, они говорили Окей, у нас есть данные, там, с двух-трех баз И давайте их модельно интерпретируем Мы, естественно, по бритве Акама, чем проще модель, тем... Да, поэтому вот использовали очень простые модели Ну, начинали с одного Гаусса, потом брали два Гауса, да? Ну, вот наблюдали объект, по-моему, это был 3273, а может быть, 3279 Ну, там у них было, у ребят, может быть, три базы Они говорят, ну, окей, то, как меняется вот поток излучения, да? Вот, когда у нас Земля вращается, соответственно, поворачивается Одним Гауссом никак не писать не можем, а двумя уже можем Ну, все, два Гауса, это наш 3279 А потом наблюдали в течение, там, пару лет Увидели опаньки, а расстояние между этими Гауссами Потому что, когда вы подгоняете, да, вы же измеряете, там, ямблитную фазу Вы можете относительное расстояние между ними измерить И расстояние меняется со скоростью, если перечитать в линейный масштаб Красное смещение, вот мы знаем, больше, чем скорость света В результате ребята открыли кажущееся движение ярких кусков глазаров, да? Уверчение глазаров со скоростью кажущей больше, скорость света Золотая медаль американского астрономического общества обеим группам Там, ладно, интересная история, но не буду рассказывать Я три года проработал в Штатах как раз с людьми, которые были в одной из грудных И поэтому там столько всего, они мне давали там воспоминания, посчитать, очень смешно Так вот, сухой остаток, что даже на вот очень бедных данных Можно получить очень интересные и нужные результаты, если правильно их использовать Более того, наибольшее количество публикаций в том же NETCHE было именно тогда, когда интерферометры были максимально бедными А чем больше мы сейчас можем, тем как-то становится рутиннее Итак, я думаю, что я ответил на ваш вопрос, как мы можем установить изображение Для этого нам нужно иметь большое количество баз у этого интерферометра И на самом деле стараться синтезировать хорошее покрытие этой его плоскости И тогда, имея уже, измерив вот этот фурье-спектр для большого количества пространственных частот Вот в этой плоскости, мы можем восстанавливать изображение Но! Восстанавливать изображение, просто проводя обратное преобразование фурье от наших прокалиброванных данных К сожалению, недостаточно, из-за того, что у нас все-таки не вся Земля покрыта телескопами Да, в основном она покрыта, как мы называем, дырками, а телескопы как бы редко находятся То нам приходится, если мы просто тупо сделаем обратное преобразование фурье, то все наше изображение будет замыто так называемыми боковыми лепестками Такими волнами на изображении, эти волны, получается, из-за дырок вот в этом вот покрытии его плоскости Из-за того, что нигде находятся телескопы И существуют специальные методы восстановления изображения, которыми мы пользуемся Этот метод называется гибридное картографирование, которое использует соотношение замыкания амплитуды и фаз Я уверен, эти слова для большинства из вас все-таки не знакомы Произношу я их потому, что если вы захотите в этом разобраться, то вы можете даже в Википедии почитать, что такое замыкание фазы и амплитуды И может быть даже при гибридной картографии Но это не тот уровень, на который у нас сегодня просто есть время Главное, я хотел сказать, что, пожалуйста, не уходите отсюда с ощущением, что взял преобразование фурье и у тебя получилась та картинка, которую мы публикуем Как результат внутри внутри Это не так, мы пользуемся специальными, очень хитрыми методами математическими наставления изображений А сейчас, потому что математические методы очень сильно развиваются в последние годы, появляется все больше новых методов, с которыми я уже ответил на него Ну, и да, и нет одновременно Хотел спросить, просто вопрос из разряда клубов, а что мы конкретно меряем, вы ответили, яркие области на пазар И вот хотелось бы спросить, что мы видели до радиоастрона и что мы увидели после него Значит, по второму вопросу, я надеюсь, что ответ на это будет во второй части лекции А по первому вопросу, все-таки, если вы так меня поняли, значит, я плохо сформулировал Мы измеряем не яркие части пазаров, мы измеряем все, что там есть, яркие и слабые Просто доминировать, вот если вот именно, как бы, на пальцах объяснять, что вы увидите интерферометр, да То на самом деле он увидит именно, как бы, яркие части На самом же деле, конечно же, каждая пространственная частота измерения содержит в себе информацию про все, да Просто, как бы, добавка идет от ярких частей сильнее, да Я думаю, что... Да, да, что мы измеряем, что за величину мы измеряем? Вот это я могу сказать А, значит, мы наблюдаем, честно говоря, можно наблюдать все, что угодно Что мы можем продиктировать на нашем интерферометре Обычными объектами для наблюдения интерферометров являются квазары, далекие галактики Про них будут дальше рассказывать пульсары, да, нейтронные звезды компактные Опять же, про них буду говорить Мазеры, это излучение областей, там, например, звездообразование, там, водяной пар, гидроксил Многое другое в нашей галактике, водяной пар в других галактиках На радиоастроне это, в принципе, все, что мы можем делать На Земле, так как телескопы все-таки побольше почувствительнее В принципе, можно даже радиозвезды наблюдать при желании, и многие другие вещи Но вот в основном я рассказал, о чем идет речь Так, мы поехали дальше, иначе ничего не успею Все-таки, вот так много телескопов Так много телескопов и дают нам возможность построить красивое изображение Вот которое вы видите на этой картиночке Как пример, слева вверху, это знакомое, наверное, изображение джета Выброса горячей плазмы Построено с помощью Хаббла из галактики Дева Вот здесь, скорее всего, центральные сервисные черные дыра Вот, собственно, сюда выбрасывается И даже Хаббл видит движение со скоростью больше, чем скорость света А внизу вы видите изображение, которое я построил Оно опубликовано в Stratisical Journal Letters, там, лет десять назад С помощью наземного, не космического, наземного интерферометра Для той же самой галактики Вот разрешение даже наземного интерферометра типичного Оно где-то в пятьдесят раз лучше, чем то, что может Хаббл Поэтому все, что вы видите здесь на экране На самом деле это изображение идет сильно дальше Вот куда-то туда Это все вот внутри вот этой вот точки И как вы видите, с помощью даже наземных интерферометров Для близких активных галактик А я, конечно же, для лекции выбрал самую близкую, самую яркую, самую красивую Для нее мы можем даже разрешить поперек вот этот самый очень горячий джет Вот здесь верно-сидно черный дырайт, скорее всего, контр-джет Бьет в другую сторону этот джет Опять же, будем судать позже И вот видите, мы даже видим, что происходит опять с зимитрой Да, значит, спасибо за вопрос Что такое разные цвета? Разные цвета сделаны исключительно для красоты Здесь цвет означает всего лишь интенсивность или яркость излучения В данном конкретном случае вот это самое яркое излучение Слабее, 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 синее, самое слабое Выбрано исключительно для красоты Мы когда работаем, мы работаем, если мы вообще работаем с изображением Мы предпочитаем работать с контурными картами Черно-белыми Контурные карты дают нам, собственно, представление о уровне интенсивности Это сделано исключительно для красоты и лекций Опять же, если вы пойдете на наш сайт Опять же, вот это была часть проекта В рамках обзора, который называется Mojave Если вы в гугле наберете Mojave VLB Mojave, в принципе, испанское слово Это название пустыни в Штатах Вот наберете Mojave пробел VLB И вы попадете на нашу базу данных С огромным количеством красивых картинок Они же есть в виде FIS файлов Также результаты измерения, собственно, самого интерферометра То есть амплитуда и фаза функций видности То, что мы реально измеряем, там тоже есть в открытом доступе Тысячи изображений, тысячи данных по функции видности Вы можете прямую их использовать, если хотите Но главное здесь я хотел просто вам объяснить Что даже на Земле мы уже имеем вот такие серьезные возможности Которые превышают все, что можно сделать в любом другом диапазоне аэкономического спектра И пока оптическая интерферометрия до нас даже близко не добралась Поехали дальше Следующий слайд Можно вопросы? Да, пожалуйста А это в радио Это оптика, а это 2 см, 15 гигагет Да-да-да, все, понял я Дальше Спасибо Спасибо Так, ну вот здесь мы можем быстренько пробежать Просто чтобы напомнить всем, что мы используем интерферометрию И для решения не только задач космических, но и одной из задач наземных И первые возможности по высокоточному измерению плит на Земле Движению материков пришли именно из РСДБ Это когда мы решаем обратную задачу Мы привязываем наземные радиотелескопы к далеким квазарам Вот решая обратную задачу, мы можем на сегодняшний день измерять координаты телескопов на Земле с точностью выше 1 см И благодаря этому мы можем, собственно, измерять скорость их движения Вот вы видите здесь пример, да, вот это что у нас Южная Америка, Северная Америка, Европа, опять Европа, Россия, здесь Япония, наверное Ну вот Африка, вот это вот Австралия И вот стрелочки показывают Вот такая длина стрелочки 5 см в год Вы можете увидеть, что здесь очень много стрелочек приведено на картинке Конечно же так много телескопов нет у нас на Земле Последние годы, в дополнение к радиотелескопам, очень эффективным стал метод использования высокоточных приемников GPS и GLONASS И, собственно, они сейчас начинают все больше и больше на себя перетягивать одеяло по этой задаче Но начинали мы, вот все результаты, которые вы слышали, скорее всего, именно от них пришло И, как я даже рассказывал неделю назад в Яндексе, вспоминал Собственно, именно отсюда идет та шутка, которую в очень удачный политический момент сделал Ипатов, директор и судоприкладной астрономии О том, что Крым двигается в сторону России Собственно, да, вот так оно и есть Вот вы можете видеть, что не только Крым, но и вся Европа двигается в сторону Москвы Россия-то побегает тоже Ну, вы понимаете, вы можете просто что-то сказать, а что-то как бы опустить, да, но это совершенно не вранье И, опять же, все это открыто в интернете можете набрать тоже в поиске По-моему, я набрал что-то типа движения материков и РСДБ, наверное, по-английски И вот нашел эту одну из многих картинок Выбрал я только потому, что она была в самом хорошем разрешении, поэтому по качеству меня устраивало Вот это вот то, что мы делаем с одной стороны С другой стороны следующий слайд И, опять же, я думаю, что вы это знаете, поэтому быстренько мы пробежимся Измерение параметров вращения Земли тоже делаем мы Но это уже происходит практически ежедневно По-моему, как минимум раз в неделю, раз в две недели Проводится наблюдение там одного, двух, трех наиболее ярких базаров Как минимум на одной базе интерферометра И измеряется параметры вращения Земли Вот здесь вот направление полюса мира вам показано Видите, по осям там несколько сотен микросекунд дуги Вертикально-горизонтально И вот от начала десятого года по крайне с одиннадцатого года Вы видите прецессию оси вращения И направление оси вращения мы измеряем РСДБ Вот это вот отличие реальной длительности земных суток От ровно 24 часов Я говорю здесь не о том, что у нас там будет добавлена очередная секунда Формально в конце этого года, в начале следующего А о том, что вот примерно на одну миллисекунду Видите, вот такие вот у нас есть длинные циклы Там более короткие Отличается истинная длительность суток От ровно 23 часов И эта информация нам принципиально важна для того, Чтобы системы позиционирования GLONASS и GPS Работали с той точностью, которую они выдают Скорее всего это важно, опять же, не моя тематика Но мое понимание, что, конечно же, вот такая высокая точность важна не нас с вами, а военным Но это системы, поэтому они принципиально важные И в мирное время мы работаем вместе Института, главная астрономия у нас в Торнеде занимается У них есть раздавая система QUASAR-КВО Три телескобы 32-метровых по Питерам На Кавказе рядом с САО в Зеленчугской и рядом с Байкалом И американцы тоже этим занимаются для себя Вот мы работаем вместе, когда Мир И не вместе, когда какие-то проблемы Да А перемирательная база, правильно я понимаю, это QUASAR-ы? Да То есть вот это все движение Телескобы против стопы в отношении QUASAR Да В том, что это было неподвижными, да? Совершенно верно Да, QUASAR-ы именно потому, что они Самые яркие и самых далеких То есть у них нет У них, конечно, нет параллакса Да, в рамках нашей точности И у них почти нет собственных движений В рамках нашей точности Но, честно говоря, насколько я понимаю Для данной задачи Непринципиально знать С безумно высокой точностью Абсолютные координаты QUASAR-ы Достаточно той точности, которая есть на сегодня за глаза Вот Мы можем про инерциальную систему отчета поговорить отдельно Но у меня на самом деле нет времени Я рассказывал неделю назад В ГАИшной теме лекции Потому что сейчас это очень горячая тема ГАИ опубликовала свои результаты И, конечно, вот А мы считаем, что мы, благодаря сравнению результатов ГАИ и РСДВ Смогли, ну, если красиво выражаться, то открыть оптические джеты в QUASAR-ах на масштабах PARSEC Ну, потому что, вот, Хаб, например, видел там вот эти самые громадные джеты в QUASAR-ах А то, что вообще у QUASAR-ов есть оптические джеты Они там просто яркое излучение от ядер QUASAR в оптике Потому что большинство ожидали, что в оптике вот на масштабах PARSEC будет просто яркое пятно в центре, да? А вот из сравнения РСДВ данных и ГАИ Вот у нас статью недавно приняли в печать Фактически мы две недели считали, две недели писали За месяц она принята, сейчас ее можно найти в архиве Мы показали, что у большого количества QUASAR-ов на самом деле оптические джеты на масштабах PARSEC Они реально есть, они вытянуты И игнорировать их в астрометрии нельзя, а в астрофизике это просто интересно Никто, в принципе, этого не ожидал, нам так повезло Вот, но это отдельная история, не буду я углубляться, поехали дальше Итак, мы полезны для здоровья нации, поехали теперь к радиоастрону Значит, радиоастрон то же самое, что то, что я рассказывал раньше За одним маленьким включением мы запустили спутник в космос, да? Вот, на расстоянии от Земли до Луны орбита на самом деле типично Это 9 суток обращения Радиус Берегея на самом деле, ну вот это типичные размеры Но там, бывает, что опускаемся до 1000 км, хотя это типичные значения А Багей здесь написано совершенно верно Ну вот, поэтому мы так заметаем такой телескоп размером практически Земля-Луна И здесь давайте я сразу отвечу на вопрос, который был задан фактически вот про это раньше А как же так? Потому что у нас будет час, и вы должны задать его обязательно, рано или поздно Вот я сразу отвечу А вот на самом деле у вас же орбита эллиптическая, вытянутая, да? Как же вы строите ваши карты? Практически этот вопрос и был задан, да? Вот, но ответ следующий Эксперименты по картографированию мы ставим в моменты времени, когда спутник подходит к Земле Фактически, когда спутник подходит к Земле, облетает ее, да? Берегей и улетает обратно То есть у него достаточно быстро меняется и величина базы интерферометра И тот самый угол позиционный, который составляет база Вот именно в такие моменты мы строим наши карты Все равно не всегда покрытие его плоскости получается таким хорошим, как на Земле И это даже слишком оптимистичное утверждение Оно никогда не такое хорошее, как на Земле По понятной причине у нас только один спутник Но все-таки это намного лучше, чем то, что можно было подумать Если все время рассматривать наш спутник как какой-то, который очень далеко летает Нет, мы специально это делаем Фактически такие возможности формальные есть раз в 9 суток Фактически мы, наверное, раз в 18 суток ставим подобные эксперименты Хорошо, поехали дальше Значит, здесь очень много разной информации На самом деле, вот тут я совершенно не знаю, насколько много мне говорить Потому что у меня много есть другого, более интересного для того, чтобы идти в детали Прежде чем я уйду на науку Поэтому, наверное, что я скажу здесь, что обычно интересует людей Ну, формальные вещи крайне важные Мы работаем на длинных волн 92, 6, 92, 18, 6 и 1, 3 см Все четыре длинные волны рабочие Нам обещали время жизни пять лет Мы пролетали уже пять с половиной И сегодняшний день находимся в очень хорошем состоянии здоровья Так, что еще? Мы продлены Роскосмосом на сегодняшний день с точки зрения финансирования До конца 2018 года За несколько месяцев до конца очередного госконтракта финансирования Организуется заседание Госкомиссии Которая принимает решение о дальнейшем продлении или непродлении На заседание этой Госкомиссии Рассматриваются такие вопросы Как предыдущие научные результаты Современное техническое состояние Перспективы на будущее по науке и по технике Соответственно, принимается решение Неофициально, но для нас это принципиально важная информация Нам было сказано Заместителем руководителя Роскосмоса Там около двух лет назад Что мы должны исходить в своей работе из предположения Что если техническое состояние спутника хорошее То Роскосмос продлит нас дальше Почему нам это было важно? Это не просто болтовня Дело в том, что у нас есть полуторагодовой цикл Планирования научных программ Почему полуторагодовой? Потому что дедлайн на подачу заявок на наблюдение У нас в конце января Мы собираем заявки раз в год Объявляем мы, соответственно, за месяц Объявление про ближайший период Произошло несколько дней назад Потом заявки, рассматриваясь программным комитетом Утверждается директором проекта радиоастрона Идут в реализацию В реализацию на период с июля данного года Соответственно, сейчас мы говорим про июль 2017 По июнь 2018 года Поэтому нам нужно фактически за полтора года заранее Знать, что спутник будет работать В смысле, по крайней мере, финансов Что касается железа, конечно же, мы не можем быть уверены Но это как бы риск работы с любым космическим проектом Но по финансам нужно знать за полтора года Не всегда мы попадаем в этот цикл вместе с Роскосмосом Иногда формально мы не продлены на полный период, который мы объявляем Но мы исходим из соответствующего позитивного ожидания Там, как говорится, что будет, то будет Так, еще вещь, о которой я проговорю Все-таки по техническому состоянию Основные потери, которые у нас были по запуску Первое У нас не работает система термостабилизации зеркала Это что-то такие ленты, похожие на теплый пол Знаете, что такое теплый пол, да? Ну вот, там тоже такие ленты У нас похожие ленты, они по лепесткам разложены И, насколько я понимаю, не рабочие, не сами ленты А, собственно, система управления этих лент Вот она никогда у нас не работала Это первое Значит, в результате этого мы считаем У нас зеркало из-за того, что градиент температуры по зеркалу значительный Вплоть до 100 градусов Но при этом это очень качественное зеркало То есть оно сделано из Все время сбываю это слово Из углепластика, да Ну, с алюминиевым напылением У нас сильный градиент, поэтому у нас форма зеркала Отличается от идеальной параболы Значительно для самой короткой длины волны 1 см Из-за этого мы потеряли в эффективной площади на самой короткой длине волны примерно в 3 раза Что означает для интерферометра Мы рассматриваем у нас именно как интерферометр, естественно Потерю в корень из 3 раз по чувствительности Вот на длине волны 1.3 см Это значительно, но это, конечно же, далеко не убило нашу научную программу Более того, я думал, что это, по крайней мере, убило задачи по изучению поляризации с радиостроном Оказалось совсем не так Вот это было, хоть я большой оптимист, больше меня оптимист только Крадашов Вот это я предсказал неправильно Вот мы в корень из 3 раз потеряли Так, вторая потеря Мало шумящий усилитель на длине волны 6 см У нас все длинные волны имеют возможность измерять поляризацию То есть мы можем измерять две ортогональные поляризации Ну, практически у нас есть дубль То есть если один и работает, можно использовать второй, но при этом без решения поляризационных задач Так вот, МШУ, малошумящий усилитель, это первый каскад транзистора После того, как у нас, ну вот, у нас телескоп сфокусировал изображение Электромонитная волна падает вот в облучатель или там рупор И там стоит, ну вот в нашем случае стоит такая спиралька, точнее две спиральки в разные стороны У нас, правда, не рупор, но не буду в это вдаваться, это совсем уже будет ужасно Вот там ток генерируется, дальше вот первый усилитель, который стоит К сожалению, на 6 см один заводит другой Заводит, опять же, это означает, что когда они оба работают, то они уходят в насыщение В общем, все жутко Похоже, это связано с тем, что их температура физическая Немножечко на несколько градусов ниже, чем ожидалось И вот там произошел резкий переход по их свойствам, и они друг друг заводят Но это, скорее всего, косяк, собственно, разработчиков Поэтому мы можем работать на длине волны 6 см только в одной поляризации Все остальные длины волны мы можем решать поляризационные задачи А на длине волны 6 см мы абсолютно не потеряли в задачах Кроме поляризационных шести делать не можем, это, конечно, печально Так, третий, чтобы было Да, и третий момент, это то, что у нас перегревается, к сожалению, двигатель, управляющий высоко направленной антенной То есть он, похоже, плохо закрыт от солнца И из-за этого нам нужно через какое-то время проведение наблюдений В случае, если мы ориентированы в такой конфигурации, что солнце светит на соответствующий двигателе этой высоко направленной антенны Вот она, вот, ее можно увидеть, я здесь плохо, но потом ее увидим Она, собственно, сбрасывает данные на землю Он, если прямые или отраженные лучи солнца его нагревают, то нам нужно через какое-то время уйти в безопасное положение Он попадает в тень, охлаждается, потом вернулся Вот это, в принципе, три ограничения, которые мы имеем после запуска Никакой из них не ограничивает принципиальным образом нашу научную программу Но, естественно, если бы этих проблем не было, то мы бы чего-то дадут На сегодняшний день у нас 8% осталось 50 раз Это за счет моделирования сжигания? Нет, нет, значит, вообще коррекция орбиты для нас это жуть Мы, как научные группы, ненавидим корректировать орбиту Это связано с тем, что нам нужно с высокой точностью знать параметры орбиты А любая коррекция орбиты, это у вас не как-то резкое изменение орбиты И вы не можете все измерения, которые были раньше, экстраполировать на будущее Ну, потому что вы гравитационное поле знаете, все знаете, а вы раз скорректировали орбиту, и все Вы все, что измеряли раньше, вы на будущее практически не можете использовать И вам нужно заново как бы интегрировать, набирать вот эти параметры Мы и так измеряем орбиту постоянно, но любая коррекция – это проблема На сегодняшний день у нас была только одна коррекция Она была в 2012 году, и после нее мы там пару недель набирали информацию, чтобы потом работать дальше Значит, вторая коррекция у нас произойдет в июле 2017 года Об этом объявлено как часть объявления по сборе заявок на период АУ-5, который вышел несколько дней назад Эта коррекция делается для того, чтобы миновать тень, которая будет длиннее, чем нам разрешено в начале 2018 года Вот чтобы в начале 2018 года не было тени, мы в июле 2017 года проводим вторую коррекцию Но куда обычно, сейчас дойдем, куда обычно тратится топливо? Ну да, коррекции да, но кроме этого, топливо тратится почти ежедневно на разбрузку гиродинов У нас на борту есть 8 гиродинов, люди их называют гироскопами На самом деле, правильное название гиродинов Тяжелые, да, такие диски, которые вращаются в разных направлениях Почему 8? Это две системы по 4 независимые Все на борту дублировано или троировано, вот они дублированы 8 гиродинов на борту, из них на сегодняшний день живы 4 Около года назад у нас умер похожий блок, ну и скажем так, стал сбоить блок управления 4 гиродинов Это проблема абсолютно аналогичная той, которая произошла на Electro-L за полгода до нас Это было очень интересно, мы запустились на полгода позже, у нас на полгода позже, чем Electro Электро абсолютно такая же проблема, как у них образовалась В результате, к счастью для нас, опыт с Electro уже был, поэтому с нами очень аккуратно отработали эту проблему Мы на сегодняшний день работаем с 4 гиродинами из 8, что это означает? По точности наведения то же самое, по точности стабилизации то же самое, по скорости быстрого наведения мы в 2 раза потеряли Это уменьшило процент доступного нам наблюдательного времени примерно на 10% Это из потерь, которые после запуска я хотел к ним попозже перейти Но все-таки раз было про топливо Смотрите, гиродины используются для наведения Электрический ток к ним подходит, они начинают крутиться быстрее или медленнее И мы, собственно, в другую сторону наводимся Еще Беляев об этом писал в своих фантастических книгах И они начинают слишком быстро вращаться в какой-то момент Соответственно, много словаций, их нужно разгрузить Как они разгружаются? Вы топливом пыхаете в одну сторону, соответственно гиродины раскручиваются в другую Вот так мы делаем практически каждый день Вот с предыдущей версией нашей платформы Там были более тяжелые гиродины Нам это нужно было делать раз в 3 дня К сожалению, нам нужно делать раз в день Почему к сожалению? Потому что каждый пых топлива Это вот... Я все время забываю это слово, к сожалению, по-русски Non-continuity Должно быть какое-то очень простое слово по-русски Да? Да, 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 да У нас ломается непрерывность, спасибо Когда мы пыхаем этим самым топливом И это, естественно, ухудшает точность остановления орбиты Ну, в общем, 80% у нас на сегодняшний день осталось топлива Например Да, про перегей, спасибо, спасибо Забыл про вопрос, извините У нас специально выбрана сильная эволюционирующая орбита По действиям Луны Это сделано исключительно для того, чтобы научные группы Могли выбирать те моменты времени наблюдений в космических объектах Которые наилучшим образом подходят под их научную задачу То есть, фактически, вы можете выбрать любую проекцию базы Любой там набор позиционных углов Фактически, ну, в худшем случае раз в три года Да? Вот из-за этой сильной эволюции Из-за этой сильной эволюции у нас перегей иногда вот опускается до... Разряжаются батарейки и не заряжаются за это время Может просто сесть, ничего другого А для топлива нельзя? Для того, чтобы генерить электрический ток? Нет Какова масса всего блок, который на орбите? Во время запуска мы весили 3,5 тонны А сейчас? А сейчас чуть-чуть меньше Ну, потому что топливо Ну, потому что топливо Вот Из 3,5 тонн научная нагрузка, по-моему, больше 2 тонн Мы тяжелые А гироскопы? Гиродину? Гиродину сколько весит, не знаю Это уже как-то серьезный вопрос Нет, не мой уровень Ну что Ну, да Значит 128 Мбит в секунду мы сбрасываем в режиме реального времени на Землю Мы не можем записывать данные на борту Когда разрабатывался спутник, никаких даже возможностей не было Да и сейчас это нетривиальная задача По-моему, в общем, мы так будем терять Ну, просто со временем из-за космического излучения будет все выбиваться Так Я вам, кстати, рассказал про деградацию, что касается гиродинов Мы потеряли ряд других блоков тоже Естественно За это больше, чем 5 лет Но на сегодняшний день, потому что есть запасные там варианты, да Мы, фактически, вот в дублировании и троировании Мы более-менее живы В начале этого года мы видели, как у нас менялись значения битов регистров памяти И это приводило к поломке У нас была залита циклограмма на борт И она не исполнилась В какой-то момент она остановилась Потому что один бит изменил свое значение Там с ноликом на единичку или наоборот И дата исполнения какой-то команды была, ну скажем, я плохо помню Не февраль, а июль И вот, собственно, циклограмма там лежала и ждала июля И поэтому у нас там вылетел несколько дневных циклов Вот такие вещи случаются В среднем количество каких-то потерь в год Несколько процентов из-за спутника Наверное, там несколько раз в год У нас бывают какие-то там поломки Из-за частиц Очень по разным причинам Далеко не всегда мы это знаем Несколько процентов Это, кстати, очень хороший показатель Что вы себе представляли Это и есть, конечно же, но По количеству проблем И по формальным потерям И по тому, что больше 5 лет мы уже живем И не потеряли никакой клещевой, так сказать, возможности для аппарата Это совершенно уникальное, на самом деле Абсолютно никто не ожидал такого потрясающего успеха ситуации Так, ну вот про сброс на землю Мы бросаем 144 мегабит в секунду Из них часть контрольчетности остается 128 Измеряем параметры орбиты Это последнее, что я расскажу на этом слайде По-моему, около 5 различных методов С помощью станции управления Это 64-метровая антенна В Подмосковье Медвежьи озера 70-метровая в Уссурийске Она военная Поэтому сильно дороже стоит ее использовать Мы во время сеансов управления Не происходят раз в трое суток Мы снимаем телеметрию Мы заливаем на борт Значит, следующую стеклограмму Которую управляет спутником И одновременно мы измеряем радиометодами Расстояние и скорость до аппарата Ну, естественно, по этой оси Это номер раз Номер два Во время сеансов научных Мы работаем по одной из двух станций Слежения и сбора научной информации Во время этих сеансов мы также измеряем скорость По Доплеру Кроме этого, существует сеть артических телескопов На самом деле их несколько сетей Включая сеть Наверное, на сегодняшний день она основная Это Институт прикладной математики Которая измеряет наши координаты Вот в этой плоскости И хотя точность ее не очень большая Это стандартные оптические методы Но она очень важна Потому что это чуть ли не единственный метод Который регулярный Который измеряет координаты в плоскости Перпендикулярной направлению на студии Поэтому они очень полезны Оптические измерения для института Главной математики Так, это три Четвертый метод Это оптическая дальнометрия По нам могут работать Лазерные дальномеры лунного класса То есть это те лазерные дальномеры Которые могут дострелить до Луны Ну, потому что мы летаем до Луны В общем, лазерные дальномеры Если упростить, то делятся на два класса Те, которые работают по спутниму, которые близки Уже те, которые до Луны Потому что между Землей и Луной только мы и больше никого Собственно, по нам работают лунники Достаточно редко и они часто не нужны Они нужны для выбора систематики орбиты И очень систематика выбрана Раз в полгода, если отстрелять, то будет хорошо Типично по нам работают лазерные дальномеры лунного класса Это французский Забыл название, но он один И второй Это на Кавказе, который находится Который имеет и военные и невоенные приложения Все, хватит, поехали дальше Так, ну вот статус миссийный свердшедень Я уже рассказал Что мы до сих пор проводим все наши наблюдения Все хорошо Про деградацию пункт 2 тоже рассказал Вы можете прочитать Про продление Роскосмосом тоже рассказал И про объявление о сборе заявок тоже рассказал Супер, поехали дальше Остановимся здесь Вот та самая полутораметровая антенна Которая сбрасывает данные на землю О которой я говорил Естественно, колпачок-то с нее, по-моему, не снял Что-то, может, наврал, но полностью снял Вот, поехали дальше А это, ну-ка, понятно, что там все-таки обратно Понятно, что это в закрытом состоянии был Вот этот вот, ладно, в общем, вы его помните 27 лепестков У меня даже есть фильм показать Но, к счастью, фильмы на этом компьютере не показывается Поэтому мы с вами на это время сэкономим, как он раскрывается Вот это вот две станции слежения и сбора Одна в Пущино, 22 метра По ней говорили уже много раз Другая в Гринбенке, штат Западная Вирджиния, США Это, между прочим, тот самый телескоп, который использовался в самых первых РСДВ-экспериментах Но сейчас мы выведены из эксплуатации Потому что эксплуатация, естественно, везде дорога У них есть более крупные телескопы Вот мы платим за этот телескоп За использование его не как телескоп, а именно как сервис Для обслуживания проекта «Радио Астрон» Нашим американским коллегам У нас есть контракт между Фианом и, собственно, вот между этой астраватурой Дорого, очень дорого Я, естественно, знаю сумму, но я не могу ее разглашать, потому что это не мой вопрос Вот, дорого, реально дорого Но, когда мы с Роскосмосом договаривались об этом Самым сложным был не вопрос финансовый, а был вопрос чисто... Политический? Не, а, не политический Сейчас скажу, слово тоже закрыл, сейчас помню Прецедент Вопрос прецедентный То есть, фактически, когда Роскосмос платит значительные деньги за сервис, который предоставляется зарубежной организацией, не являющимся космическим агентством Что касается политики, мы от нее как можно дальше находимся Я немножко скажу слов, почему и как мы это так сделали Примерно 80% или 85% времени обе эти станции слежения покрывают Еще 10-15% покрыла бы станция слежения в западном полушарии, которая планировала, что мы будем иметь в Южной Африке У нас даже был договор между Роскосмосом и недавно образованным Южно-Африканским космическим агентством Ничего из этого не вышло Опять же, принципиально мы не потеряли, но немножечко, конечно, некоторые возможности за это были ограничены Поехали дальше Да, вот это вот имена, поэтому скоро будет следующий слайд Имена тех телескопов, которые с вами работают Или имена, или название решеток Соответственно, если говорить про те, которые близки к нам Вот начнем с левого Это именно наземное плечевое интерферометр У нас интерферометр, поэтому у нас есть телескоп в космосе и куча телескопов на Земле Вот эта куча указана здесь, я надеюсь, что я никого не забыл Наверное, кого-то все-таки забыл, их там 30-40 на Земле Обычное количество телескопов в типичном эксперименте от 3 до 8 А эксперименты по категорифированию сейчас типично собирают 30-35 Потому что радиоастрон является уникальным телескопом еще и потому, что он может наблюдать на двух длинных волн одновременно Если нас не интересует поляризация, то мы можем одну поляризацию, предположим, левую, круговую, снимать с одного приемника с одной длины волны, а другую с другой А наземные телескопы такого не умеют, поэтому мы обычно просто наземную Си делим на две Одна работает на одной длине волны радиоастрона, другая на другой Поэтому нам реально выгодно иметь 30-40 штук на Земле Ну и плюс к этому, честно говоря, наблюдать с нами реально круто Потому что это означает, что наземный телескоп участвует в самых передовых наземно-космических наблюдениях Никогда такого раньше не было и, к сожалению, скорее всего, никогда такого больше не будет Потому что космические агентства никогда не платят за повторение того, что уже сделано Поэтому, если что-то будет, то будет что-то другое Ну, там что-нибудь типа миллиметрового на этом будут миллиметровые длинные волны Поэтому уже речь будет не про эти, скорее всего, телескопы на Земле Поэтому, в общем, мы реально можем собирать очень многое Ну, давайте все-таки проговорим, да, российские системы квазар-КВО инструкторной астрономии Сверлая Бадара Зеленчукская Еще какое-то время с нами работал телескоп Калязин в Подмосковье Но последние несколько лет не работает К сожалению, ему не удалось выйти на тот уровень по нашим требованиям по качеству работы Если коротко, в общем, которые нам нужны для того, чтобы получать необходимые нам точность от физических измерений Евпатория, 70 метров Когда Евпатория была украинской, работала на нас в рамках договора Не буду рассказывать подробно, к нам сходятся все эти данные по интернету Что обычно происходит в РСДП? После того, как вы получили свои данные и привели их в корреляционную обработку Вы прокоррелировали каждый поток друг с другом Вы раздаете эти результаты в научные группы, а свои данные затираете Потому что их сохранить практически невозможно, их очень много Но когда мы начинали обсуждать этот вопрос в радиостроне, мы решили, что данные наземно-космические настолько дорогие А также есть возможность, что мы что-то выучим про наш проект со времени, чего мы раньше не понимали И мы захотим перекоррелировать, и что мы будем делать, будем с голой попой ходить И уже мы приняли решение, что мы будем сохранять все данные, наземные и космические Мы это и сделали Мы обратились в Роскосмос, фактически, с просьбой о дополнительном финансировании И эти все данные сохраняются у нас На сегодняшний день мы собрали около двух петабайт И они у нас хранятся На правой картинке вы видите Это, собственно, наш кластер, на котором мы проводим корреляцию данных Здесь находятся наши данные, которые в горячем доступе А вот там сетки шкафов Вот это вот черненькое, непонятно что Это пакетики, внутри которых лежат твердый диск, собственно, с нашими данными Все данные у нас находятся в двух копиях Это, на самом деле, в полутора, если честно Но, в общем, хотим, чтобы были в двух Одна копия на твердых дисках, которые не вращаются в шкафах И вторая копия на них А почему полтора, а не два? Но это потому, что не хватает ресурсов Должно быть два Вы же не полностью резервируете Полностью Задача полностью Поэтому, какая там половина из полутора есть, это совершенно не важно Задача выйти на два И мы выйдем на два Это вопрос ресурсов Потому что ресурсов человеческих совершенно не хватает Вообще вопрос финансирования науки, даже космической в России Это отдельный, очень интересный вопрос Если интересно, я вам буду сказать Вообще ситуация совершенно уникальная Ну, как уникальная? Ну, вы, наверное, все слышали про то, что у нас запрещено двойное финансирование Двойное финансирование запрещено, но как бы запрещено привлекать ресурсы больше из одного места для решения одной задачи Да? Вот это один интересный момент Второй момент, что традиционно еще из советского времени пошло Что космическое агентство финансирует именно космическую часть То есть оно наукой не финансирует вообще Так, значит, вот это вот первый лепесток радиоастрона Я его не показывал уже несколько лет Почему я привел его сюда? Потому что мы договорились, что я вам объясню, что же на самом деле измеряет радиоастрон И вот фактически я вам сейчас расскажу, как проходит вот процедура обработки Смотрите, вот у нас есть потоки данных с равностью телескопа Вот, в частности, мы взяли поток данных с... здесь не написано, не написано, да С КРТ, космического радиотелескопа, и со 100-метрового телескопа во Фельсберге Это было первое наблюдение тестовое в рамках проекта И мы скоррелировали два потока данных Один шел с КРТ, другой со 100-метрового телескопа во Фельсберге Прежде чем скоррелировать, мы их наложили синхронно друг на друга Как мы это сделали? Ну, во-первых, мы эти данные записали с точностью до водородного стандарта частоты Про это буду говорить потом Но, кроме этого, нам нужно было с высокой точностью измерить задержку фазы При входе сигналы между космическим телескопом и телескопом во Фельсберге Для того, чтобы это сделать, нам нужно с высокой точностью знать параметры нашей орбиты У нас требование на точность знания орбиты такое Несколько сот метров по расстоянию, до двух сантиметров в секунду по скорости И безумные цифры по ускорению Если мы этого не знаем, то вот этот сигнал, он просто, значит, расплывется И как мы это делаем? Значит, мы наилучшие нашу оценку фазы Мы, соответственно, задержку фазы между телескопами вложили в нашу модель Прокоррелировали данные А дальше происходит следующее Вот мы получили поток корреляции данных Мы сделали от него преобразование в фурье И дальше, фактически, у нас получается такой массив По одной оси, вот фактически, если остальное все забыть У меня поправка орбиты по расстоянию А по другой оси поправка орбиты по скорости И для какого-то значения х и у мы нашли пик Вот и все Но пик мы найдем всегда Ну, правильно? Ну, пик-то мы всегда найдем Поэтому откуда мы знаем, что этот пик значимый? Считается статистика, да? Вы просто считаете там распределение По-моему, квадрат может врут И вы просто считаете вероятность так называемого ложного детектирования И, соответственно, для него была вероятность ложного детектирования Там сильно меньше, чем 10-6 Если у вас точность орбиты плохая Тогда у вас этот пик будет сидеть на краю окна поиска вот этих вот значений И он будет размыт, и поэтому вам его будет сложно словить Поэтому в некотором смысле для первых тестов мы использовали очень яркие объекты Чем ярче, чем его легче как бы отловить Ну, объясню Поехали дальше Так, тот самый водородный стандарт Итак, впервые за всю историю отечественного приборостроения У нас был построен фирмой Время Че в Нижнем Новгороде Атомный, водородный стандарт частоты Или атомные часы, можно сказать Но это неправильно В нашем случае правильное назвать именно водородной стандартной частоты Космического исполнения Вообще в мире не очень много стран умеют строить водородные часы Наша страна одна из нескольких, которые могут это делать Кстати, там австралийская РСДБ решетка интерфериметрическая Закупила именно наша несколько лет назад И достаточно довольна Вот это построенный в космическом исполнении Ну что, я потрачу полминуты Объясню, что такое водородные часы Если есть кто этого не знает Я думаю, что есть кто этого не знает В общем, это большой термос В центре которого находится колба с водородом А рядом с колбой спектрометр, который измеряет линию излучения этого водорода Линия излучения, там 27 см Просто спектрометр излучает эту линию И все остальное привязывается к этой линии Потому что мы с высокой точностью знаем частоту этой линии А, нет, нет, нет Самое главное Телеметрия нам говорила, что все с этим водородным спектром хорошо Но Телеметрия и телеметрия проверить как-то надо Зачем вообще нам нужны атомные часы на борту Точнее, зачем нам нужна водородная спектра частоты Он дает нам точность хода часов 10 в минус 14 секунд за секунду То есть на одну секунду он уйдет за 10 в 14 степени секунды Там 10 миллионов лет, что-то типа того Нас не интересует 10 миллионов лет Нам нужно, чтобы за время нашего эксперимента Там от часа до суток Была стабильность 10 в минус 14 Зачем? Потому что нам нужно, чтобы фаза измеряемого сигнала стояла как столб Не плавала на уровень 10 в минус 14 Зачем нам это надо? Для того, чтобы после того, как мы коррелируем эти записанные на борту данные с Землей А те же самые требования и для наземных лископов применяются Нам нужно, чтобы мы могли копить сигнал конгерентно То есть мы дольше ждем Накапливается снова дольшее время И у нас чувствительность увеличивается Вот на этом графике и показана как раз эта картиночка Логарифмический масштаб Синяя линия это просто зависимость корень из времени Логарифм, поэтому она прямая И вот красные точки это результаты измерения И вот смотрите, у нас красные точки начинают сваливаться с этой кривой примерно на 200 секунд Вот 100 секунд, вот здесь примерно 200 Это очень хороший результат, потому что на Земле есть атмосфера И фаза все равно портится, проходя через атмосферу Земли Чем короче длина волны, тем быстрее она портится На Земле время конгерентности, то есть время конгерентного накопления, когда мы копим сигнал без потерь Ну не больше двух минут, потому что два телескопа, у обоих над ними атмосфера Значит, у нас один телескоп космический, поэтому в принципе у нас будет все лучше, если водородный старт на борту хорошо работает Вот у нас три минуты, мы фактически в первом эксперименте получили Это доказывает то, что то ради чего нам был нужный водород на борту, а оно нужно нам реально только ради этого Мало кто вообще это понимает Он нужен ради чувствительности только, чтобы мы могли дольше копить сигнал без потерь Вот он отработал на самой короткой длине волны 1.4 см, мы это проверили Поехали дальше Так, не-не-не, все-таки назад, ну я не знаю, интересно вам или нет Это как мы раньше восстанавливали орбиту точность, а это как сейчас, интересно? Или пропустим? Точность выросла Да, но причина, знаете, с чем связана? Связана с тем, что у нас коллеги из Института прикладной математики Это по вертикальной оси, это поправка на скорость Откуда мы это знаем? Помните, я вам говорил, что когда мы, собственно, сигнал нашли, мы знаем точно эту самую поправку Вот здесь нарисована точная поправка или эксперимент, который мы нашли, для которых вы нашли сигнал Вот, что наши коллеги из Института прикладной математики, которые восстановят орбиту, сделали Они в дополнение ко всем тем методам измерения орбиты, ко всем тем данным, которые мы собираем ежедневно Они стали использовать телеметрическую информацию о том, как разгружаются наши геродины То есть, грубо говоря, какой импульс, в какую сторону был дан нашему спутнику каждый день или почти каждый день, когда геродины разгружаются И добавив эту информацию, они смогли высокоточно восстанавливать орбиту Благодаря этому точность орбиты возросла, это не общее количество экспериментов, которые мы обработали, их значительно больше Это пример, который мы то ли год, то ли два назад нарисовали для себя Что мы сейчас делаем? Мы видим, что ситуация улучилась, мы перекоррелируем старые эксперименты Первого одного-двух лет, для которых этот метод еще не реализовывался В результате количество экспериментов, для которых мы имеем значимый сигнал, оно возросло на 7% Это не очень много, но это достаточно много для того, чтобы для уникальных наземно-космических экспериментов Привести эту работу снова, и опять же, нам очень приятно, что мы не зря решили хранить все сырые данные Ну это статистика, вот просто грубо, наверное, я скажу, но я уверен, что вам это важно и интересно Смотрите, это общее количество экспериментов, которое было проведено, было прокоррелировано Несколько месяцев назад, и только на одном корреляторе из трех У нас есть коррелятор в космическом центре Фиан, есть еще коррелятор в Боне, в Германии, и коррелятор в Голландии, в Астроне, Джайв, там, на севере Голландии Но коррелятор в космическом центре Фиан основной И вот из 2,5 тысячи уже прокоррелированных экспериментов примерно в 1 трети мы имеем значимый сигнал между космосом и Землей Много это или мало, честно говоря, это очень хороший результат, потому что, естественно, чем больше у вас в проекции базы интерферометра, тем ниже сигнал Поэтому вполне адекватно ожидать, что он нередко будет ниже уровня шума, и, собственно, так оно и происходит В анализе мы используем как детектирование, так и нетектирование, но вот примерно 1 трети Ежегодно научные группы имеют право со всего мира подавать заявки Международный независимый программный комитет проводит их рассмотрение И выигрывающие заявки получают досуг наблюдательного времени радиострона, собственно, с нами наблюдают Вот таким образом мы работаем Симметричный подход реализован и на большинстве наземных радиотелескопов, крупнейших, по понятной причине Потому что это уникальные телескопы, и если вас интересует их использовать наиболее эффективно, то есть получать наиболее интересные результаты научные То вы должны выбирать наиболее интересные предложения без какой бы то ни было сегрегации по любым, включая национальных признакам Включая вас, вы можете тоже подать заявки, если хотите Да, я понимаю, это совсем не просто, нужно глубоко разбираться в вопросе, но формально любой человек может подать заявку Дедлайн ближайший 23 января Поэтому дальше идите вопрос задайте Прошу, да, да, вот это оставляем У нас телескоп, наш радиоастрон, он уникальный, или уже были такие запуски зарубежные насы И вообще, что там просто сейчас, параллельный? Значит, ну, параллельный телескоп, он как их называть Было два, которые, даже не знаю, телескоп или нет, там Планк, Хершель, которые занимаются космологией и все другие задачи Прошу прощения, Планк и WM Был Хершель, который наблюдает на субмиллиметрах Вот, но это не был интерферометрический режим, поэтому, опять же, не считается Если говорить как интерферометр Первая попытка сделать наземно-космическую интерферометрию была сделана американцами достаточно давно На спутнике, который называется TDRSS Это связной спутник, вы можете, опять же, погуглить, найти Он совсем для дорогого запускался, но на нем попробовали и показали, что это возможно Там было очень важно показать, что можно это сделать даже без необходимости ставить на борт водородный стандарт А бросая с земли опорный сигнал Но это был просто эксперимент показать, что это принципиально возможно Кроме этого, был эксперимент японский, который начинался примерно в одно время с радиострона, даже немножечко позже Но Япония, в отличие от Советского Союза, не развалилась И они достаточно быстро это сделали Наш проект по разным причинам, включая развал Советского Союза японный, безденежный, был очень сильно задержан Фактически он 30 лет развивался Обычное время, наверное, 20 лет для тяжелых экспериментов Японский спутник был послан на орбиту вокруг Земли до примерно 2,5 диаметра Земли Мы идем примерно до 27 Порядок величины По диапазону на борту у них не было возможности делать полярационные эксперименты А также, к сожалению, во время запуска у них отошел фланец, соединяющий облучатель с усилителем длины волны 1,3 см В результате у них было на борту только 2 длинные волны 6,18 см Длина волны 6 см на борту японского спутника, с диаметром их орбиты 2,5 диаметра Земли Дал им такое же угловое разрешение, как наземные эксперименты на длине волны 2 см И, прошу прощения, прерывных результатов он абсолютно металл, который я рассказал Потому что просто уникальный, без объяснения, что имеется в виду Уникальный, по возможностям, включая угловое разрешение, да Но, опять же, вы, наверное, видели, я удалил этот слайд Я его использую на больших мероприятиях, как шутку, что мы получили, но это абсолютно правда Сертификат из книги рекордов Гиннесса Кроме этого, мы действительно являемся самым крупным измерительным инструментом в истории человечества Кроме этого, я об этом собирался сказать потом, но могу уже забыть, я буду уже сильно торопиться Мы держим абсолютный рекорд, естественно, по угловому разрешению А вот, наверное, я не должен этого говорить Итак, 1.3 см, мазер водяного пара, 26 диаметров Земли Это означает формальное угловое разрешение 8 микросекунд дуги Это означает, что у нас даже теперь проект, так называемый Event Horizon Telescope Наземный, который будет работать на длине волны 0.7 мм Через сколько-то лет, возможно, будет Даже он нас не переплюнет То есть мы поставили уже, когда последний гвоздь забили в этот рекорд Мы работаем не ради рекордов, но если говорить про уникальные вещи То их всегда любят палками измерять Вот измеряемая палка и угловое разрешение На много лет вперед, даже близко к нам не подойти В смысле прямого угла Не понимаю, почему в зарубежных проектах все равно так не было? Почему их не было? Я могу объяснить Объясню Объясню Значит, причина вот какая Большие деньги всегда полезны Не-не, ну Гай она оптическая, давайте не будем сравнивать У нас далеко не только радиоастрон Да, да, а Чандра Ну в этом смысле да, но извините, у нас что вы считаете, рентгеновские астрономы что ли более слабые? Да ничего подобного Значит, у нас есть серия спектр Спектр R это радиоастрон Кстати, слушайте, вам понравится Прямо для вас история Рассказал мне тут мой коллега Про то, что Кип Торн был у нас, ну вы знаете, там несколько недель назад И Кип Торн много где читал лекции, включая МГУ А после лекции там был закрытый для журналистов с ним общение И мне рассказали такую историю, что журналист при службе Роскосмоса спрашивает Кипа Торна Кип Торн, а вы слышали про такой, значит, замечательный космический проект спектр R? Кип говорит, какой такой спектр R? Он говорит, да вы что, это же единственный успешный крупный астрологический проект Роскосмоса Повезло, что мой коллега, который сидел рядом, он был ученый, он все прекрасно понимает Название спектра R вообще никто не знает за пределами Роскосмоса Ну мы несколько раз используем Мы называемся естественно радиоастрон А если бы, извините, моего коллеги там не было, который сказал Кип, да это же радиоастрон Он говорит, ах радиоастрон И значит дальше все было как надо сказано про радиоастрон Какой замечательный проект, что потом будет миллиметрон и так далее Но если бы этого не было, то мы бы на следующий день узнали, что Кип Торн слыхом не слыхивал про успехи отечественной космонавтики И мы бы даже не знали собственно в чем дело Возвращаясь к этому Итак, спектр Р, спектр РГ рентген-гамма Спектр УФ, да, который ультрафиолетовский И спектр М миллиметрон Эта серия у нас есть, которая покрывает все диапазоны электроэлектронного спектра И на самом деле, долгое время спектр РГ стоял первым на запуск Просто он был готов в тот момент, когда страна была в очень тяжелом состоянии И его фактически не смогли довести до состояния до запуска И уже в момент, когда стало все улучшаться, он уже устарел Вот, но рентгеновские астрономы в нашей стране очень сильны Очень-очень сильны Не, а больше к тому, что у нас сильны и рентгеновские, и радио Да, а за рубежом тоже и рентгеновские, и радио И рентгеновские у нас тоже были достаточно сильны, чтобы нам большое количество лет поставить свой проект вперед нашего по приоритетности запуска Просто потом произошла такая ситуация, что они устарели, они приняли решение, крайне тяжелое решение Перестраивать свой проект Сюняев пробил и Розиту в Германии Фактически Германия его построила, сейчас в январе его доставят И есть часть, которую Россия должна была строить Там были свои сложности с зеркалами, но в общем построены они И мы надеемся, что весной 2018 года они будут запущены Но тоже, к сожалению, там великолепная ракета «Зенит» российско-украинская Последняя, которая у нас была, вот они не успели на нее Хотя она для них, к сожалению Но это вопрос, который совершенно нет времени, ребят Поехали, это первое, о чем я буду рассказывать Надеюсь, что не единственное Но я сейчас уже сильно, наверное, побегу вперед Посмотрим, как сделаем Скорее всего, лучше рассказывать о чем-то подробно и что-то игнорировать, чем по верхам Да, далекие активные галактики, мы считаем, что в центрах находятся очень тяжелые сверхмассивные черные дыры Массами миллиардного Солнца Вокруг аккреционный диск Вещество падает на центр И примерно 10% вещества выбрасывается наружу Вот в виде таких узких коллимированных струй, джетов Они излучают синхротронный механизм излучения Это излучение, которое вы будете отжидать от заряженных частиц, электронов или протонов Которые разогнали до близкой скорости света И они летят в магнитном поле То есть они летят в магнитном поле, они будут на него навиваться и обязательно излучать фотоны Один из моих профессоров рассказывал, что он видел вот прям синхротронное излучение глазом на ускорителе Говорит, голубое было очень красиво Хорошо, оставьтесь здесь Первый проект, который мы делаем Хорошо, первый, о котором я вам расскажу Это самый крупный проект с точки зрения тратящихся на него ресурсов Как наземных, так и космических Это проект по обзору ядер активных галактик И идея у него следующая Идея заключается в том Ну вообще, как работает наука Она работает следующим образом У нас есть определенные теории, из которых мы можем делать предсказания, которые мы можем проверять с помощью эксперимента И сделано предсказание Мы считаем, что мы понимаем, как работают джеты в квазарах И как они излучают Вот я только что вам сказал Синхротронный механизм и так далее Вот если это так То есть предсказание о том, что уровень яркости излучения от этих джетов не может превышать определенные значения Я об этом нередко говорю, поэтому я буду сейчас говорить коротко Это связано с тем, что если у вас каким-то образом вы разогрели вот этот яркий сгусток частиц Например, вы вбросили от центральной машины в джет что-то сильно разогретое Или вы разогрели в джете ударной волной Или есть там еще хитрые механизмы разогрева Вот если вы разогрели выше определенного уровня То вот этот сгусток частиц на вот этом вот очень высоком уровне Яркости своего излучения Продержится очень короткое время От нескольких часов до нескольких дней Почему? Потому что он высветится очень быстро и вот упадет под этот уровень Это связано с тем, что когда вы на высоком уровне по яркости излучения Электрончики излучают очень много фотонов И их настолько много, что вероятность, что вы с ними столкнетесь очень высокая И вы сталкиваетесь с большим количеством фотонов При столкновении вы отдаете свою энергию фотону Вот, собственно, вся история Фотонов много, вы быстренько раздали свою энергию Называется кантонская катастрофа Катастрофа почему? Понятно, быстро потеряли А почему комптоновская? Потому что механизм называется комптоновский Фактически все излучение на высоких энергиях Там рентген, гамма Именно таким механизмом и получается Фотоны разгоняются до высоких энергий Вот в результате соударения частиц Окей? Вот было это предсказание И фишка там заключается в том, что Наземные интерферометры проверить это предсказание не могут Размера Земли недостаточно Для того, чтобы ваш интерферометр Имел возможность измерить подобные уровни яркости Вам нужно обязательно наблюдать на наземной космической базе Даже угловое разрешение более высокое вам не поможет Вам нужно именно увеличить базу в километрах А ирония всей этой истории в том, что Размер планеты Земля как раз клево совершенно под эту теорию подгоняется И он как раз вам позволяет максимальные уровни яркости измерять ровно те, которые предсказывают в теории Ну, потому что всегда есть какие-то там распределения Все, мы это дело проверяем И оказалось, первый у нас большой результат, который, опять же, практически никто не ожидал Потому что все там было железобетонно И никаких противоречий раньше мы не видели Ну, вот вначале, это пример На 30-70-73 я показываю, собственно, что мы измеряем Вот в данном обзоре нам не нужно картографирование Мы измеряем вот только яркость начала джета Вот этой самой яркой детали 30-70-73 я здесь показал Квазар, на котором квазары были открыты И вот уровень его яркости оказался нарушающим предел Окей, поехали дальше Это просто пример на одном объекте А вот на этом слайде я вам покажу уже гистограммы Так как вы люди подготовленные, то я вот для второй половины этого доклада Фактически использую слайды, которые я показывал неделю назад На конференции в Институте космических исследований Которая называется «Астрофизика как раз высоких энергий» Вот, ну вот, собственно, гистограммы, которые мы измерили Вот, посмотрите, ну, неважны цифры Но если сравнить вот это на длине волны нашей 18 см, 6, 1,3 см Если сравнить с тем, что мы знали раньше С Земли, с предсказаниями теории То, ну, неважны эти цифры Главное, поверьте мне на слово Не поверите и идите на наш сайт с публикациями В гугле набираете «Radiastron Publications» и читаете статьи На порядок мы увидели Квазары оказались ярче, чем то, что мы считали раньше Минимум на порядок, если консервативно это считать Фактически, что это означает Давайте пойдем на следующий слайд Да, вот мы Давайте вернемся Чтобы представить себе вообще масштаб проблемы Речь идет про анализ двух с половиной тысяч экспериментов В одной трети из них мы имели значимый отклик Для 160 активных галактик Речь идет про такое количество объектов И вот, собственно, результат Поехали на следующий слайд Он, конечно же Вот, хорошо Я обещал рассказать, собственно, с чем мы работаем на самом деле Уже много времени вам рассказал, что интерферометры измеряют величину Которая является преобразованием Фурье от области изображения Она комплексная Здесь ее только амплитуда Амплитуда измеряемого нами сигнала Вот по вертикальной оси амплитуды измеряемого сигнала По горизонтальной Проекция базы интерферометра Вот все эти зеленые точки Это результат измерений наземных интерферометров Громадного количества Там много проекций по позиционным углам Поэтому, видите, такая тут каша А вот это все наземно-космически И вот я здесь показываю Что если использовать для анализа только данные наземного интерферометра И вот тогда вот моделирование данных Вы показываете этой красной кривой Видите, она уходит вниз практически на ноль Вот это уровень нуля И у нас получаются вот определенные результаты По размеру ядра квазара По вот этой самой температуре По яркости его излучения А если давайте нажмем пробел Мы в анализ включим и космические данные То у нас тогда вот смотрите Модель пройдет через уже экспериментальные данные У нас получаются совсем другие результаты По размерам Там размер этого ядра оказывается там Более чем в пять раз меньше Наверное на порядок где-то меньше И вот яркость тоже очень большая Это был пример для активной галактики Которая называется Бейл Лацерта Бейл в созвездии ящерицы Поехали дальше Я думаю, что... А, вот у меня будет следующий слайд Я объясняю каким образом мы можем... Каким образом это может произойти Вот уверены ли вы, что мы хотим на это потратить время? Потому что это уже достаточно серьезная наука Здесь нужно иметь определенную подготовку Я боюсь, что большинство из вас просто не тратили свое время на то, чтобы сюда войти Но мы просто обсуждаем, что может быть Может быть, нам кажется, что эти квазары намного ярче, чем они есть Из-за определенного эффекта релитивистского усиления Который мы неправильно учитываем Но, честно говоря, это противоречит многим другим делам Придумываем, как можно было бы постоянно ускорять эти самые электроны Далеко от центральной машины, от черной дыны На расстоянии многих фарсек И тоже это нетривиально А также говорим, что могут излучать не релитивистские электроны А релитивистские протоны Они в 2000 раз тяжелее И тогда, в принципе, проблемы решаются Но, елки-палки, если этот протон, то их надо ускорить И их, соответственно, в 2000 раз тяжелее ускорить И тогда активные галактики вообще должны уметь их ускорять И на самом деле не очень понятно, как это делается То есть сейчас на основе практических результатов теоретики сидят, вамают голову, как это объяснить? Именно так И для фундаментальной физики это будет какое-то новое значение Совершенно верно Это будет принципиальным прорывом Но тем сложнее его сделать, что... Не надо думать, что они только сейчас начали над этим ломать голову Вопрос о том, можно ли сгенерить намного более яркие глазары Он стоит давно, и ответ на него был нет Поэтому нам говорили, нафиг вы запускайте радиосты Вот, поэтому это не новый вопрос, он старый, просто ответ на него оказался неправильным Поехали дальше Давайте, дальше будут всякие красивые картинки Вот эта красивая картинка, которой я не верил, что будет получена Помните, я говорил, что у нас эффективность на одном сантиметре в три раза меньше, чем мы ожидали Корень из трех длинноземно-космического интерферометра А любые поляризационные задачи делать в сто раз тяжелее, чем по полному потопу Потому что часть излучения, которая поляризована, но у меня нет времени рассказать, что такое поляризация Кто знает, тот знает, кто нет Примерно несколько процентов от полного потока Понятно, какая вам нужна чувствительность Я думал, что про поляризацию на одном сантиметре можно узнать Это не так Вот это изображение Байлиноцера Именно 22 гигагетта Самая короткая длина волны 1.3 см Контура — это полный поток А цвет — это степень лилейной поляризации Эти белые палочки — это направление лилейной поляризации Почему это интересно? Потому что направление лилейной поляризации нам дает направление магнитного поля Я уж не говорю о том, что это вообще первая наземно-космическая карта Клазарова для лилейной волны 1.3 см, построенная в истории Давайте следующий раз нажмем пробел И вот, посмотрите, это то же самое Черт, плохо видно Но вообще у вас хороший проект Вот если приглядеться, то вы увидите Вот это тоже карта контуры Полный поток А здесь уже цвет — это величина фарадеевского вращения Вообще это клевый и очень легко объясняемый эффект Когда у вас электромагнитная волна проходит через густок плазмы Причем тепловой, не релятивистской Ну то есть электродно-медленная Там существует обыкновенная и необыкновенная волна Красивые слова Никто обычно не помнит в курсе физики, что это такое Но просто обыкновенная это та волна, которая идет с одной круговой поляризацией А необыкновенная та, которая с другой Из-за того, что у них разный коэффициент преломления Одна начинает обогонять другую Из-за того, что она обогнала, поворачивается вектор линейной поляризации Все, вот это эффект фарадеевского вращения И мы можем его измерять И эффект фарадеевского вращения Он зависит от всего лишь пары вещей Если упрощенной Одна из них это магнитное поле Клево, потому что сразу можно работать по магнитному полю И вот этот результат, вот посмотрите Мы увидели градиент фарадеевского вращения В самом начале этой самой бейлоцерты Увидели направление, уже поправленное Зафарадеевское вращение Которое нам мешает направление векторов линейной поляризации И промоделировали На суперкомпьютере, не бойся бугром где-нибудь Вот релятивистская магнитная гидродинамика В рамках определенных предположений была сделана И оказалось, что вот этот результат радиоастрона Можно повторить в рамках этого моделирования Если предположить спиральную структуру магнитного поля Фактически мы говорим о том, что мы считаем Что вот очень близко к центральной машине Вот здесь вот структура магнитного поля спиральная Опять же вот радиоастрона нам позволяет очень близко Подойти к центральной машине и сказать Какое магнитное поле там есть Ради этого вообще вся борьба за линейную поляризацию и была Поехали дальше Так, вот здесь я просто вам покажу Это такой относительно красивый результат Цветом показано начало джета Вот здесь утральная машина Где-то вот тут, вот тут Джет бьет вот в эту сторону У далекого базара 0836-710 Неважно, это телефонный номер Вот цветом показано его изображение Которое вы можете построить с помощью наземных интерферометров А вот слева внизу диаграмма направленности Грубо говоря, размер пиксела, если очень упрощенно Вот эта диаграмма направленности наземных телескопов Это длина волны 6 см Длина волны 1.3 см А вот в центре это разрешение радиоастрона Видите, вот это вот там Такая маленькая пикалка И, соответственно, вот здесь вот синим цветом Нарисованы уже контурные карты, что увидел радиоастрон То есть фактически оказывается, что джета квазаров Ну, наверное, достаточно тяжело сказать такими прямыми и непрерывными Вот видите, существует такая квази-периодичность Здесь вообще вот радиоастрон показал, что на самом деле По этой части джета у нас подсвечены Являются наиболее яркими, наиболее компактными И это очень важно для исследования вопроса Распространения плазменных нестабильностей под джетом Раньше только для очень близких объектов Сейчас для пары штук можно было этот вопрос вообще обсуждать Похоже, что эффекты плазменной нестабильности, которые мы раньше практически игнорировали Играют очень существенную роль при формировании джетов квазаров Поехали дальше То же самое оказалось Мы отработали по DVA Вот это, посмотрите, одноземное изображение То же самое лучшее Потому что с нами 26 радиотелескопов работало И мы вот с помощью него Вот здесь видите там Несколько десятых секунды дуги Вот мы увидели чуть ли не впервые Вот такие вот периодичные структуры Подчеркиваю Эта карта построена только с наземными телескопами без радиоастрона Следующий слайд То же самое Мы делаем зум на центральную часть Не-не-не, вы сделали два раза нажали Три раза нажали Надо вернуться назад два раза Стрелочку налево Еще раз Спасибо Вот этот зум на центральную часть Посмотрите Вот раз у нас есть полоса Два полоса Три полоса Здесь, скорее всего, здесь четыре И то есть фактически показывают Что вот эти вот спиральные структуры Очень компактные Это тоже эффект плазменной нестабильности Даже очень критично настроенные коллеги У нас в секторе теорфизики Фианы говорят Да, это железобетонное указание На распространение плазменной нестабильности по струе Фактически первая возможность Очень аккуратно вот в цилиндре Моделировать эту штуку Относительно свежий результат Получен там около полугода назад Когда сейчас эти моделирования проводятся Поехали дальше Вот центр галактики Дева А Вот этот картинка, который получил радиоастрон Вот этот картинка, который получил японский спутник Тот самый, про который я рассказывал был вопрос А эта картинка аналогичная, которая получена на Земле на 3-х миллиметрах Вот смотрите, что интересно Давайте начнем сравним это и это Вот это вот результат практически одного года Вот это радиоастрон Вот это, скорее всего, начало струи Вот это вот контрджет, бьющая в противоположную сторону И посмотрите, у струя беленькая, это самая яркая Раскрывается практически сразу, как такая вилка Да? И это жутко важно Вообще вот раскрыв джетов Он изначально, он безумно важен И я буду его позже рассказать подробнее У меня просто нет времени даже про это все говорить Мы то же самое наши коллеги увидели Для E87 на 3-х миллиметрах Вы представляете, этот результат получен на 18-ти сантиметрах Расстояние полтора порядка по длине волны Результаты подтверждают друг друга очень хорошо Это надо говорить фактически о структуре джета О том, что происходит в джете практически в его основании Скорее всего, мы видим стратификацию течения плазмы Когда по краям джета плазма трется О окружающую среду и, соответственно, замедляется А в центре джета она идет с намного более высокой скоростью А дальше работает эффект религийской аберрации Как я часто говорю в научно-популярных лекциях Когда народу много в зале, несколько человек обязательно полезут сразу в телефон и проверят Даже википедия объясняет, что такое религийская аберрация Если вы бежите с близкой скорости света То, чем выше ваша скорость, вы должны быть религийским облаком Заряженных частиц И если ваша скорость близка к скорости света То, чем быстрее вы бежите, тем уже лучше света, который вы излучаете Если вы вообще не бежите, то вы будете излучать в любую сторону Чем быстрее вы бежите с скоростью религийской, тем уже лучше ваше излучение Поэтому, если центр джета двигается с большей скоростью что, скорее всего, он просто бьет мимо глазом, и мы видим вот такое вот раскрытие. Фактически здесь для меня, наверное, наиболее важно, научная группа, там, наука всякую наводит флагом в руки, как раз сейчас этим занимаются, но, фактически, для меня здесь человек, который отвечает за то, чтобы результат был получен, наверное, очень приятно, что здесь можно провести уникальное прямое сравнение с результатом другой системы, и он получается очень похожий. А вот ВИСОПИК, к сожалению, вот к вопросу, видите, здесь результат, к сожалению, просто неправильный, то есть никакого раскрыва в начале джета здесь не видно, вот, и это, на самом деле, очень большой такой такой значок внимания для предупреждения для астрофизиков, решаете задачи, аккуратненько продумываете, какие инструменты используют для решения задач, можете получить совсем неправильный результат. ВИСОПИК, к данным японского спутника, ВИСОПИК? Можно делать только в том случае, если его возможности соответствуют вашим требованиям. Вот, я аккуратно сформулирую, они не неправильные, просто ограничения по их использованию нужно аккуратненько продумывать. Вот, посмотрите, близкая галактика 3784, это карта просто радиоастрона. Посмотрите, вот здесь, скорее всего, светло-светно-черная дыра, контр, в джет в эту сторону, в джет в эту сторону. Посмотрите, вот хороший, опять же, проектор здесь, и темный свет очень хорошо видно. Видите, да, дырка посередине? Вот тоже, скорее всего, тот же самый эффект. Вот практически, вы знаете, вот сейчас в конференции, вот едешь в последний год или два, ну, во-первых, с каждым новым результатом радиоастрона по картографированию все чаще слышишь слова о стратификации течения плазмы, о том, что вот наблюдаются такие вот дырки в излучениях, потому что мы начинаем разрешать плазму поперек. Ну, и во многих других докладах наземных, как бы, народ уже начинает понимать, собственно, что нужно говорить, как бы, ожидать от своих данных, и тоже говорят, ну, у нас тоже есть указания. Поэтому, если они все правы, то все больше и больше мы видим указаний на то, что вот джеты такие кажутся дырявыми внутри. На самом деле, конечно же, нет. Это принципиально важно, потому что, если это так, то это означает, что скорость, кажущаяся скорость движения вот этих вот сгустков под джетом, которые мы измеряем, возможно, не отражает истинную скорость по центру, а отражает скорость по краю. Если это так, это меняет все и, в частности, кстати, объясняет результат по экстремальным яркостям температуры. Вот. Значит, второй момент здесь очень интересный. Это то, что мы впервые увидели во взаимодействии со средой здесь расстояние около парсека. Да, парсека — это около нескольких световых лет. Посмотрите, вот, экстремально яркое пятно вдали от центральной машины. Мы впервые увидели, что оно разогрето до экстремальных температур вот из-за ударной волны далеко от центральной машины. Очень интересный. Давай, Свет, сейчас смотрите. Джеты, они такие не выражены, их практически не видно. Релятивистский эффект. Дело в том, что подавляющее большинство квазаров и галактик, которые мы наблюдаем, как мы их отобрали? Они наиболее яркие. А наиболее яркие, это означает, что они релятивистски усиленные. Каким образом работает релятивистское усиление? Вот у меня есть джет и контрджет. Вот, прошу прощения, они двигаются со скоростью близкой скорости света. Вот вы будете его видеть, как он есть на самом деле, без каких-либо искажений по уярчению. Чем меньше угол наблюдения джета для этого, тем больше эффект релятивистского усиления. И, соответственно, джет видится вам, кажется, ярче, чем есть на самом деле. А этот джет, наоборот, ослабляется. Вот этот джет наблюдается под углом примерно градусов, наверное, 30. Вот поэтому здесь вы этот контрджет видите. На самом деле, правильный вопрос, а почему он контрджет вообще очень редко видим? Потому что большинство квазаров, они наблюдаются на углах нескольких градусов. Вы просто контрджет вообще не увидите. Поехали дальше. Последний, очень важный момент здесь. Это одно и то же. Вот этот слайд фактически, я подзакладываюсь на плохой проектор. Вот слева картинка нарисована в цвете, справа то же самое в контурах. Вы заодно, еще раз, мы обсуждали, что такое цвет. Да, вот это одно и то же. Вот контуры, вот наиболее ярко идти так. Это то же самое, что видели на прошлом слайде, просто зум на центральную часть. И вот посмотрите, немножечко с большим разрешением эффективным. Вот джет раскрывается. Вот здесь вот начало джета, здесь я василю черт-дра. Практически сразу он стартует шириной 2000 шварцшильдерских гравитационных радиусов. Почему это важно? Смотрите, какая штука. Мы на самом деле до конца не знаем, как формируется джет. Она не формируется в той области, которую мы не очень видим. И есть два механизма. И даже про них, как недавно я обнаружил, написано в Википедии. Один называется «Блендфорд-Знаек», другой «Блендфорд-Пейн». По фамилиям людей, кто их предложили. Один механизм говорит о том, что крутящий момент при формировании джета забирается у сверхмассивной черной дыры, которая вращается. И в этом случае джет будет стартовать очень узким, а не широким. И считается, что для Квазаров работает только механизм «Блендфорда-Знаека», когда крутящий момент, вот закрутка, забирается черной дыры. А есть второй механизм «Блендфорда-Пейна», который считает, что крутящий момент забирается до коррекционного диска, который намного больше. И в этом случае вы ожидаете, что джет будет сразу стартовать очень широким. И вот здесь фактически вы именно это и наблюдаете. Это первые указания на возможную работу механизма «Блендфорда-Пейна» в далекой галактике. Должен сказать, что это достаточно экстремальное утверждение, его надо еще проверять и проверять. И научная группа относится к этому достаточно серьезно и очень аккуратно рассматривает разные варианты. Тут есть много вопросов. Но если это так, то это, конечно же, еще один очень серьезный прорыв. Поехали дальше. Да, значит, пульсары, проектор, просвечивающий межзвездную среду. Я более-менее успею. Не буду вам ничего про мазера говорить. Итак, пульсары, звезды. Вы знаете об этом не хуже, если не лучше меня. Звезды, которые остались после взрыва сверхновой, они очень компактные, да, потому что сильно сжались, ничего им не мешало. И у них очень большое монетное поле. Понимаете, почему, да? Потому что вначале звезда была большая, а из сохранения силовых линий монетного поля она сжалась до своих 20 километров, и напряженность монетного поля стала совершенно безумной. Ну, вы знаете все цифры, наверное, опять же лучше меня. Мы используем именно в проекте радиострун пульсары как прожекторы, которые просвечивают межзвездную среду. Следующий слайд. Что мы ожидали от пульсаров? Ничего хорошего. На борту радиоструна состоит приемник 92 сантиметра фактически для исследования пульсаров. Почему? Потому что спектр излучения падает с длиной волны. Чем меньше длина волны, тем меньше они излучают. Поэтому их изучают обычно, ну, я сейчас не говорю про магнитары, на длинных радиоволнах. И 92 сантиметра приемник был поставлен на борту именно из-за них. И это еще один был вопрос, из-за которого нас критиковали, потому что предсказание было, что никакого смысла исследовать пульсары с радиоструном нет по одной простой причине. Потому что длинные радиоволны очень сильно рассеиваются по дороге от пульсара до наблюдателя на Земле. Да, мы об этом знали. Но правда, вот тут есть такой момент, вообще, когда вы строите новый телескоп, то есть такое неписанное правило. Если вы одну из основных характеристик телескопа, там, чувствительность, угловое разрешение, поле зрения и так далее, хотя бы на порядок улучшите, то вы практически гарантированы на неожиданное открытие. Вот, собственно, наверное, на этом и шла игра. Итак, пульсары очень сильно рассеиваются на длинных радиоволнах. И вот здесь я нарисовал зависимость, опять же, то, что измеряет сам интерферометр, амплитуда сигнала, которую мы измеряем, от проекции базы на картинную плоскость. Вот здесь вот, ну она нормированная, неважно, здесь вот у нас работают наземные интерферометры, а здесь работает радиоастроп. И мы знали, что для одного из самых ярких пульсаров на Ниле, 0,3, по-моему, 29, ну, плюс 54, у него есть диск рассеяния. Ну, вот он, естественно, сам точечный, да, потому что сам пульсар 20 километров, а как мне объясняли теоретики, зона у него излучения вообще может быть нескольких метров. Вот. И вот он рассеивается до вот такого размера, 3.6 миллисекунды дуги. Характеристики рассеивания для этого пульсара великолепно известны. Ну и все, и фактически вот вы здесь нарисовали кривую, как будет падать интерференционный сигнал в зависимости от длины волны. Это простой Гаусс, ну, вот Гаусс в логарифмическом масштабе, поэтому так по-дурацки выглядит. И вот вы ожидаете, что так и будет. И на самом деле, смотрите, так она и получилась. И мы ожидали, ну, хорошо, ну, вот у нас наземные данные, вот наземно-космические, близко к Земле, там, не знаю, одна проекция базы, две, надо прикинуть. Это длина волны 92 сантиметра. И вот он так раз-раз-раз-раз подойдется, и все, уже должен уходить далеко за нашу чувствительность. Оказалось, ничего подобного. Вы видите, вот эти вот точки мы измеряем для пульсара, и оказалось, что пульсары вдоль их излучения детектируются для любой проекции базы наземно-космический эндорферометр. Пульсар просто должен быть достаточно ярким, достаточно ярким. Все. Вы представляете, жуть. Значит, мы долго ломали голову, о чем речь, и вот на сегодняшний день мы считаем, ну, как мы считаем, уже много статей опубликовано, в общем-то все считают, что мы открыли новый эффект рассеяния, радиоволны. Мы его назвали достаточно несексуальной на субструктуру пятна рассеяния. Ну, потому что мы видим в пятне рассеяния вот такую вот субструктуру. Вот выглядит нам вот так. Смотрите. Вот это вот рассеянное пятно, вот там внутри пульсар, например, пульсар, вот там так рассеян, и на его фоне мы видим вот такие вот очень компактные яркие точки. И вот это в результате наличия вот этих вот точек вот, собственно, мы получили такой результат. Давайте, конечно, сейчас... Да-да, я вернусь к этому. Давайте нажмем. А вот так выглядит... Вы должны немножко быстрее идти, не важно. А вот так выглядит моделирование этого эффекта. А вот предыдущая контингула тоже моделирование, предупреждаю. Моделирование этого эффекта, если вы поместили на небо бублик, а перед бубликом пустили облако турбулентное межзвездной плазмы, тепловые литроны бегают, ну, то есть тепловые, значит, не религийские, медленно бегают. И вот это вот турбулентное облако вы пустили перед вашим бубликом. И вот так вот будет меняться эта картина, как будет выглядеть бублик, если у вас есть возможность разрешить ее, да, вот такими деталями, во времени. Почему бублик, понятно, нет? Нет, все догадались, почему бублик моделировали. Потому что тень от черной дыры. Потому что тень от черной дыры, это бублик. Соответственно, всегда вопрос о тени от черной дыры, мы вообще увидим или нет. Я про это прочитаю. То есть я правильно понимаю, что раньше видели, ну, грубо говоря, все, что в рамках желтого, и считали, что за этими рамками никакого рассеяния нет. Считали, что рассеяние работает исключительно и только как уширение истинного размера вашего объекта. То есть никаких вот этих вот как-то прыщей на рассеянном изображении объекта никто никогда не ожидал. А вы понимаете, почему это важно? Значит, начну с плохого. Плохое связано с тем, что интерферометр-то изображение не строит. Интерферометр-то измеряет, да, сигнал от самых компактных образований. И вы раз увидели вот это вот, например, от центра нашей галактики, и сказали, окей, я там аккредитационный диск нашел, или окей, я вижу кусочки этого самого бублика вокруг черной дыры, потому что они должны быть очень компактные. Или там вообще самое начало этого самого джета. А теперь стоит вопрос. Большой есть вопрос, есть риск неправильно интерпретировать результаты интерферометра в главном образе, которые именно охотятся за тенью черной дыры. Почему? Потому что в центрах любой галактики обязательно есть рассеяние. И в нашей галактике совершенно кошмарное, вы об этом обязаны знать, и в других галактиках. Мы, когда вот получили этот результат, несколько лет назад, мы сказали, так, если он работает, если это физический эффект, значит, он не должен быть привязан к радиоастроне и к пульсарам. И мы просчитали и сказали, окей, это означает, что мы, от центра нашей галактики, намного более короткие длины волны, потому что там очень плотный облак по дороге, даже увидим вот на длине волны, там, один сантиметр, с наземными интерферометрами. И мы поставили эту задачу, мы действительно открыли этот эффект на Сагитариус-Азвездочке, и сейчас это уже общее место стало, и все статьи, которые публикуются по тематикам, там, Центра Галактики, вообще, поиска вот этих самых теней черной дыры, они обязаны учитывать этот эффект в своем анализе. Поэтому, как я недавно журналисту рассказывал, они всегда за Нобелевским премием охотятся. Я не знаю, кто получит Нобелевскую премию за открытие черной дыры и ее гарантийных событий, но кто бы это ни сделал, он будет обязан учитывать в своем открытии, и открытие он получит только благодаря учету вот этого эффекта, который мы открыли на радиоастроне. Значит, возвращаясь все-таки уже от Нобелевских премий к суровой действительности, в дополнение к тому, что это усложняет жизнь, это очень сильно упрощает. Во-первых, это новый открытый нам эффект, он позволяет с хорошей точностью измерять параметры межлезной среды. Расстояние до этих облаков, там, характеристики турбулентности, плотности, очень хорошо. А кроме этого, если я могу восстановить это изображение с очень высоким динамическим диапазоном, то он позволяет мне, и уже есть пара статей в этом году опубликованных на эту тему, мы очень плотно работаем с американской группой как раз по Еванглорайзму телескоп, которая разрабатывает уже методы восстановить истинное изображение космического объекта, спрятанное от нас, испорченное вот этим самым Россией. Значит, давайте я уже практически завершаю, но вот в этой аудитории будет очень важно мне, по крайней мере, попытаться объяснить, как мы понимаем этот эффект работы. А то я про него столько сказал, а что это такое, честно говоря, пока не сказал ни слова. Мы считаем, что происходит следующее. Не моя тема, поэтому говорю только на моем уровне понимания, не очень глубоком. Турбулентные облака межзвездной пыли, газа, как я это сказал, они турбулентные, у них есть сгустки. И фактически, что у вас происходит? У вас, вы получаете, у вас множится изображение вашего объекта, которое вы наблюдаете, проходя через разные вот эти самые сгустки в облаке, за которым оно спрятано. Фактически, такие квазилинзочки, у вас есть. У вас есть много изображений вашего объекта, которые в конце, когда суммируется, оно А получается размытым, но Б, у вас происходит интерференция многократного изображения вашего объекта друг с другом, себя на себя, которые проходят через разные глиночки. И в результате этого эффекта интерференции множественного изображения объекта получаются вот эти вот самые прыщи на рассеянном изображении. Вот это я все, что вам сказал, что как бы на моем уровне понимания, как оно происходит. Если вам интересно подробнее, опять же, идите в комментариях. На центре галактики, как садитариуса, этот эффект сильнее, потому что... Совершенно верно. И если хотите, то я сейчас могу. Вообще, уже два часа прошло, я обязан заканчивать. Ну что, мы пять минут задержимся? Хорошо. Тогда центр галактики. Вот это вот рассеянное изображение, которое мы измерили, ну вот это вот его модель. Вот реально центр галактики на длине волны один сантиметр выглядит примерно вот так. Потому что там плоскость галактики вот такая, вот это вот так, диск. И вот мы там видели пупыр. И вот этот самый пупыр, про который я говорю, или несколько пупыр, вот он на этой картиночке очень хорошо и видно. Смотрите, то же самое, проекция базы на ферометр, это все диаметры Земли, вот это вот сигнал. И вот смотрите, вот если падать по этому самому гауссу, вот как он размыт, то нужно идти вот так вот вниз, точек должны идти вниз. И куча статей, которые опубликованы до нас, говорили, что да, это все, что мы видим, вот его размер такой, замечательно. А мы, предсказав, какой должен быть эффект, какой он должен быть, силой, а он очень слабенький на самом деле, логарифмический масштаб, и выбрав наземные ресурсы современные, которые дали нам необходимую чувствительность, а для него на один сантиметр это очень непросто, потому что мы копить можем мало, атмосфера очень много. Вот видите, вот это все, вот эта вот константа, вот фактически вот для центра галактики мы это увидим. И поэтому сейчас вот его надо учитывать при охоте на сверхмассивную черную дыру и ее тень в центре нашей галактики. Мы тоже попытались это сделать. Для Девы А, давайте, ну, раньше-раньше, для Девы А мы искали тень черной дыры, мы не смогли ее увидеть, скорее всего, из-за поглощения излучения в центре Девы А. Мы ее не увидели. Мы попытались, но мы говорили, увидим, если повезет. Мне повезло, скорее всего, излучение там поглощается, еще и рассеивается. И теперь центр нашей галактики. В центр нашей галактики мы даже не собирались наблюдать его, потому что мы знали уже из наземных наблюдений, что он рассеивается. Там ловить было на абсолютно нечего. Рассеивается, и все эти тонкие детали, разрешение, которым у нас есть, но рассеяние, и мы бы даже, вы понимаете, сигнал мы ожидали идет вниз, и мы бы его просто не зафиксировали. Оказалось, что вот этот эффект существует, и мы провели год назад эксперимент под Сагитариусом со звездочкой. Понимая, что он рассеивается, но в надежде, что мы сможем вот как раз применить вот этот метод восстановления истинного изображения при учете вот этих вот пупыров к центру нашей галактики. Если нам очень сильно повезет, то я думаю, что может мы даже что-нибудь там увидим и может быть сможем вратить черные дыры вести речь, вот используя этот новый открытый нами эффект рассеяния, субструктуры, петна рассеяния во благо, нам во благо. Вот я ответил на вопрос, да? Я аналитически, я уже говорил, это слайд, который говорит о том, вот этот слайд, официальный, этот рекорд уже нами был объявлен несколько месяцев назад, вот на 20 диаметрах Земли в диске галактики NG142-58 мы увидели вот такой вот спектр на наземно-космической базе. Вот мы считаем, в центре находится сервисивная черная дыра, это не активная галактика, да? Вокруг нее вращается этот самый аккреционный диск, и у него есть облака воды, водяного пара, который мы и видим. Значит, фактически, зачем мы их исследуем? Там есть две задачи. Близкая задача, это исследование их компактности, ярких излучений, для того, чтобы намного более точно восстановить модель, описывающую тонкую структуру облака водяного пара вот в диско-далеких галактиках, а с другой стороны, если уж там совсем нам повезет, удастся по точности добиться этого результата, это, в принципе, выход на космологию, на вопросы по темной энергии, потому что по подобным объектам можно независимо измерять расстояние. Ну, а независимое измерение расстояния, понятно, это уже вопрос космологический, можно, в принципе, работать по темной энергии. Как бы у нас осталось большое количество статей, раньше, если прийти к нам в институт, можно было увидеть вот их висящих у нас на стене, но если вам интересно, вот сверху ссылка, проще набрать разустроенные publications и, собственно, почитать то, что там есть. Естественно, как у любого жевого проекта, наверное, наиболее интересное, всегда наиболее интересно то, что еще не опубликовано, поэтому громадное количество публикаций пока есть в работе, но там вам достаточно есть что почитать, если у вас есть силы почитать научные публикации, как раз вот того времени, пока у нас что-нибудь новое будет появляться, мы выкладываем в режиме реального времени все новые статьи, когда они мы стараемся в момент посылки в журнал их выкладывать сюда, но вот мы всегда сможем пройти. С андромом про Лайдер? Я думаю, что мы сотрудничаем следующим образом. Мы читаем пресс-релизы про них, а они читают пресс-релизы про нас. Я объясню, почему я им так ответил. Много лет назад, когда я за бугром работал, меня тренировали всегда позитивно отвечать. Правильно ли вы поняли, что все-таки основные, научные достижения работы радиострона это в области уточнения структуры и механизмов джетов и от рассея на пульсарах? Или есть еще какие-то другие более такие важные, что вы просто не успели рассказать? Нет, ну очевидно, что более важные вещи, если я не успел рассказать, то их не существует. Я думаю, что на сегодняшний день основные результаты, которые мы имеем, или, по крайней мере, ощущения от того, что мы сделали, это примерно то, что я рассказывал. То есть, если вы хотите задать следующий вопрос, есть ли у нас результаты такой значимости, скажем, как космология, то нет. И у нас и не было плана заниматься космологией в рамках проекта радиоастрона. В рамках проекта радиоастрона наша основная научная тематика наземно-космических интерферометров это, собственно, квазары, мазеры и пульсары. Это примерно то, о чем я рассказал. Наверное, единственный открытый на сегодняшний день вопрос из таких вот больших, горячих, в которых у нас еще есть потенциалы, которые мы не выбрали. Ой, их все-таки два, я проговорю. Первый – это тени черной дыры, на которую мы вначале посчитали, что у нас по М-87 результата нет из-за поглощения, которого, в общем-то, мы и ожидали. Но вот по центру нашей галактики у нас есть серьезные... У нас есть оптимистические надежды на то, что мы сможем пройти вглубь центра нашей галактики и, может быть, даже увидеть тени черной дыры, если мы сможем побороться с эффектом рассеяния. Это, наверное, первый результат, над которым мы сейчас работаем из вот таких вот принципиально важных прорывных. Из того, что вы назвали, это намного больше, честно говоря, чем структура джетов. Это, скорее всего, вопрос механизмов излучения, что намного более важно, чем структура. И еще одна из задачи. Давайте несколько слайдов нажмем, у меня есть на эту тему еще комментарии. Что, о чем я совершенно не рассказывал. Еще достаточно большой задачей, которая решается в рамках радиоастрон, но по которой пока нет никаких результатов, потому что их так быстро и не должно быть, это задача по проверке общей теории относительности. Значит, эта задача решается следующим образом. На борту спутника стоит, как я уже рассказывал, атомный стандарт частоты. Фактически у нас есть высокоточные часы, которые летают вокруг Земли. Итак, у нас есть точные часы, которые тикают на Земле, и точные часы, которые летают вокруг Земли. Часы, которые летают вокруг Земли, они летают, естественно, в гравитационном поле и испытывают в своем ходе достаточно серьезные эффекты, которые предсказывает общая теория относительности. И сравнение хода часов на борту и на Земле позволяет получить разность хода, которую предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. И достаточно глобальные, серьезные вопросы по проверке общей теории относительности. Опять же, я не знаю, кому-то они кажутся интересными, кому-то нет. Тут вопрос, естественно, вкуса. Но проверка предсказания общей теории относительности, в принципе, это достаточно еще, наверное, еще один потенциально яркий и важный результат, который у нас есть шанс получить в случае, если мы дойдем до необходимых уровней точности. О каких точностях идет речь. Значит, до нас, лет 20 назад, может быть, даже 30, я плохо помню, был проведен эксперимент, который называется Gravity Probe A, который только и заключался в том, что на ракете запускались атомные часы очень ненадолго, и потом они падали обратно на Землю. И вот в течение относительно недолгого времени, не помню, это минуты или часы, измерялся ход этих часов и сравнивалась общая теория относительности. Да, вот, собственно, разность хода. У нас эти часы летают вокруг Земли уже большое количество лет, мы интегрируем данные, однако у нас проект не запланирован строго для этой задачи, поэтому у нас нужно интегрировать немножечко подольше. Но мы надеемся, что этому эксперименту удастся получить точность более высокую, чем которая была достигнута в рамках эксперимента Gravity Probe A. Вот это, наверное, единственный из потенциально, из таких вот, не обсуждавшихся, но и раньше, потенциальных результатов, которые может выстрелить. Мой немножко длинный вопрос. Не понимаю, немного ситуацию с переводом вот таких результатов масштабных, интересных проектов в научно-популярную область. То есть, например, года два назад или три был результат, что у нашей галактики есть два уха таких, да, и на эту тему было много научно-популярных публикаций, там прям рисунок, да, вот эти два уха, то есть почти любому человеку все понятно. Вот по радиоастрону, ну вот, например, я видела в научно-популярной литературе как раз, что вот эти спиральки мы увидели, но, ну, по крайней мере, я не видела как раз результата, что джет идет, возможно, от аккреционного диска, а не от самого объекта, и про рассеяние. То есть, вот, вот, может, вы узнаете, в чем причина, почему? Да, я объясняю. Значит, по поводу рассеяния научно-популярные, ну, вообще вопрос об обслуживании российских космических проектов вот в рамках научно-попа, хорошо, тогда это будет последний у нас вопрос, потому что это уже не про радиоастрон, а более широкий. Он обсуждался на последнем совете по космосу Российской Академии Наук. К нам приходил на совет по космосу президент Фортов и говорил о том, что президент страны Владимир Владимирович Путин, на, там, недавней встрече у них она была, говорил, вот, прямо на эту тему, ну, а он обсуждал, там, НКС. Он говорил, ну, вот, мы всегда слышим в прессе о том, что космонавты взлетают, а потом через какое-то время мы слышим, что они обратно успешно возвращаются. А что происходит посередине, мы не знаем. Вот, то есть проблема, естественно, намного более серьезная, чем которую мы обсуждаем, именно в приложении к тому, что даже радиоастрон хотелось бы более активно в рамках научно-попа рекламировать, и он это обсуждал. И было сказано, ну, вообще, честно говоря, все, как бы, просто. Помните, я вам рассказывал про правила по финансированию, да, что, там, мы не имеем прав просто по статьям расходования, расходовать деньги, которые мы получаем от Роскосмоса на научные исследования. То же самое по науч-попу, в финансировании, которое, там, мы получаем от Роскосмоса, статьи науч-поп. Нет, мы не имеем права, нас осадят, это уголовная статья. И это было сказано, и Форд Роскосмос сказал, в чем проблема, господи, обратитесь к Роскосмосу, там, пусть он вам какой-то процент от вашего бюджета будет в будущем выделять на науч-поп, и то, что есть сейчас, выделят на это. Соответствующее письмо от председателя Совета по космосу, Льва Матвеевича Зеленого, было написано, и послан его в Роскосмос, мы посмотрим, какой будет результат. На сегодняшний день пресс-служба Роскосмоса и пресс-служба НПО Милавочкина, это организация, которая построила не только Радио Астрон, но и все лунные миссии на Марс и так далее, они с радостью выкладывают пресс-релизы, которые мы готовим, но сами нам в этом особо-то не помогают. То есть, практически предлагают, что это тоже делаем мы. То есть, вы помните, мы это те самые люди, которые одновременно занимаются обслуживанием проекта, одновременно на нем делают науку, и одновременно мы же должны заниматься науч-попом. При том, что нас этому никто не учил. Делать это правильно и хорошо, во-первых, это серьезно накладывать ресурсы, включать те же самые картинки красивые, надрисовать, но это писать нужно там журналистам. Это вот как бы первый ответ на вопрос. Второй, связанный с тем, что на самом деле, например, в России пресс-релизы были. Если вы поищите, вы найдете и зарубежные, и российские. Рассеяние очень тяжело продается. И даже в зарубежных пресс-релизах, когда мы их последние шаги по утрясанию их с пресс-службами соответствующих университетов, институтов делали, вот кусок поросеяния, он всегда как бы чикается. И он там есть, но он там есть менее активно. Просто-напросто потому, что его безумно тяжело объяснить в рамках пресс-релиза. То есть, аргумент все такой, да господи, кому какое дело до этих облаков межзвездной плазмы? Народу, значит, подавай хлеба и зрелища, а это ни то, ни другое. Вот это, наверное, комментарий по России. Это было, но не так активно. То есть, мы знаем, что нам нужно намного более активно работать по продвижению научно-популярных результатов, как радиастрона, так и много другого. Мы хорошо знаем, что это не делается настолько активно, насколько надо. И мы пытаемся ситуацию улучшить. Я думаю, что с годами она станет лучше, посмотрим. Ну и последнее, значит, по поводу раскрыва джета. Там причина в другом. Причина связана с тем, что ребята пошли на попытку опубликовать этот результат в Nature. Она обычно стоит намного дороже в смысле времени, который у тебя уходит на подготовку статьи, потому что там ее нужно даже написать по-другому совсем. И на борьбу с этим самым Nature. Они просто ее пока не опубликовали. А по правилам полноценные пресс-релизы до опубликования выпускать нельзя. А если ты опубликуешь пресс-релиз по результату до опубликования в Science или в Nature, то тебе впрямую запрещено там публиковаться. Это автоматически означает как бы крест на этой публикации. Поэтому этот результат вот по 384 просто тянется из-за того, что ребята пытаются его вывести на уровень Nature или Science. На самом деле они уже туда обратились. Им сказали, что мы вам рекомендуем в Nature астрономии. Тут как раз сейчас в под эгиды Nature выходит новый журнал с января месяца. Они туда сейчас как раз пойдут. Это всегда замечательно, когда к нам в гости к любителям астрономии приходят профессиональные ученые. И есть возможность непосредственно из первых рук узнать последние новости переднего края науки. А слушая такого лектора, как Юрия Коваров, который, я бы сказал, лектор Квоза, да, по своей новой. В ней приятный текст. Спасибо за наш визит. Продолжение следует...